Итак, дорогие друзья, Мэдисон-Скуэр-Гарден, Нью-Йорк, конец 1975 года, стартовый матч супер-серии 76. Сейчас диктор, известнейший на весь мир ледовой арены, приглашает на лёд команду чемпиона Советского Союза Центральный Спортивный Клуб Армии. И мой коллега по этому сегодняшнему нашему комментарию Владислав Третьяк представляет своих партнёров. Команда ЦСКА сегодня выступает вратарин номер один Николай Адонин. Кстати, вы знаете, что-то Нью-Йорк не очень тепло нас приветствует. Александр Гусев номер два. Владимир Лученко номер три. Такой шум стоит, понимаете. Видно, болельщики уже нейтрализованы перед матчем. А как-то и последствует. Номер четыре Виктор Кузькин. Номер пять всегда улыбающий перед матчем Валерий Васильев. Он был как бы придан нашей команде боевой из команды «Динамо» на усиление. Геннадий Цыганков, видите, тоже улыбается, не боится Нью-Йорк Рейджерс. У нас бессменный капитан Борис Михайлов. Тоже у него, смотрите, настроение хорошее. Вячеслав Солодухин, тогда из команды «СКА» Ленинград, тоже в этой серии, специально для этой серии, стал участвовать в нашей команде. Александр Волчков. Александр Волчков, номер девятый. Номер десять, Виктор Кутергин. Виктор. Кстати, по десятом номеру всегда Александр Мальчев играл, но вот здесь Виктор Кутергин играет, потому что это его майка, это ЦСКА. Александр Александров. Борис Александров, молодой хоккеист, впервые участвующий в таких трудных матчах. Александр Мальчев. А мы видели другого Алексея Волченкова, но вот номер двенадцать, выходит Александр Мальцев, который вместе с Валерием Васильевым из команды «Динамо» приехали на помощь нашей команде в этой суперсерии. Не разбери их маленькое с номерами. Да, вот Алексей Волченков. Видите, он нехотой ошибки бывают в национальной хоккейной лиге. Да. Номер четырнадцать, Владимир Попов. Номер шестьдесят, Владимир Петров. Владимир Петров, номер шестнадцать. В хорошем настроении команда выходит, посмотрите. Да, я вижу, очень все оживлены, нет какой-то волнения, склонности, ничего этого, даже близко нет. Владимир Пикулов, номер восемнадцать. Номер двадцать. Сергей Глазов. Сергей Глазов. Вы вспоминаете, в семьдесят втором году, когда мы выходили на нас, лица не было на каждом хоккеисту. Здесь, смотрите, наши команды как-то, что ли, уверены в своей силах, кстати, улыбаются перед матчем. Это Виктор Желуктов. Вот, видите, как публика его принимает. Это уже знают своих, ну, как можно сказать, героев советского хоккея. И Валерия Харламова, конечно, публику приветствует. Это двадцатый номер. Неизменный номер на майке ЦСКА и сборной СССР. Владислав Третьяк, наш вратарь. И мой коллега по сегодняшнюю комментарию. Ну что же, вся команда в сборе. Я не вижу только двух защитников Мишакова и Локотко, которые также, я знаю, были в поездке. Сегодня они на лед не вышли. И сейчас Константин Борисович Локтев, главный тренер команды ЦСКА, образца 76-го года на ваших экранах. Как известно, у него два ассистента, Анатолий Фирсов и Борис Александров. Ну, а сейчас нам представляют Нью-Йорк Рейнджерс. И вы видите уже овации совсем другие. В Нью-Йорк Скворк Гардене сейчас на льду появятся их любимцы. В принципе, ведь мы мало знали об этих акистах тогда. Там был только Фил Эспозита, нам известен, да, и очевидно Роджель Берг. Роджель Берг — это те два игрока, которые участвовали в серии 72-го года. И очень популярные в Нью-Йорке. Особенно Роджель Берг. Как ни странно, его майка вывешена номер 7 в этом стадионе. Если вы сейчас посетите этот стадион, то увидите эту майку. А только что, вот буквально перед этим планом на ваших экранах был Вячеслав Иванович Колосков, который тогда на спорткомитете отвечал за хоккей. И вот уже номер 31 на ваших экранах. Это Джон Дэвисон, вот номер 35, основной ротарь команды Нью-Йорк Рейнджерс. Посмотрите, какие по габаритам, как он. Какой большой. Номер 2 — Кэрилл Вадне. Номер 4 — Рон Грешнер. Номер 4 — Рон Грешнер. Номер 5 — Ларри Сатюра. Номер 5 — Ларри Захарук. Защитник. Но, впрочем, и Кэрилл, и Грешнер также были защитниками. Сейчас на ваших экранах 23 номер — Джон Беднарский, также защитник. Двадцать пятый номер — Ник Беверли. Защитник. Вот это Ватси. Видите, какой любимец, слышал. Сразу видно, звезда. Седьмой номер — Род Джильбер. Мелый крайний нападающий. Настоящий герой. Номер 8 — Стив Викерс. Правый крайний нападающий. Рик Миддлтон. Правый крайний нападающий. Номер 10 — Билл Пербер. Номер 10 — Билл Ферборн. Центральный нападающий. Номер 11 — Уэйн Дилон. Номер 14 — Эдди Джонстон. Уэйн Дилон — это левый крайний. И сейчас на ваших экранах... Номер 14 — Эдди Джонстон. Номер 15 — Билл Хауз. Правый крайний. Номер 15 — Билл Коллинз. Билл, а не Филл, заметьте. И Билл Коллинз — это... Левый крайний нападающий. А сейчас Уэлл Ткачук. Номер 18. Номер 20 — Грек Полис. Грек Полис номер 20. Это ваш номер, Владислав. Вот здесь... Что-то его не любят. Левый крайний. Так он освистом был. Да, да. Вот номер 21 — левый крайний Пит Стэнковский. Номер 22 — Джерри Холланд. Номер 28 — Дон Джер. Джерри Холланд — защитник. И вот сейчас номер 28 — Дон Джер. Ну, а этого хоккеиста, я думаю, уже вам представлять не надо. Номер 12 — знаменитый Фил Эспозита. Лидер атак и капитан команды Нью-Йорк Рейнджерс. Вы видите, каковы овации Мэдисон Сквергардена. Зрители приветствуют его многие стоя. Овации будут длиться, я думаю, еще долго. И вот сейчас, как бы это уже принято, к этому привык наверняка сам Фил за многолетнюю свою блестящую хоккейную карьеру. А сейчас на ваших экранах главный тренер команды Нью-Йорк Рейнджерс Рон Стюр. Кстати, после этого матча его судьба, но об этом мы чуть позже поговорим, сложилась не совсем удачно. Таковы гримасы фортуны у тренеров не только в нашей стране, но и за океаном. Сейчас торжественный обмен сувенирами, подарками, и игра начнется. Какие-то специальные подарки, наверное, были припасены для этого случая? Ну, специально, вот видите, с левой стороны, наверху символ Нью-Йорк Рейнджерса, а если мы играли из команды Монреаль, то был символ Монреаль Канайдс. Все четыре матча, они были одинаковы, только менялся символ клуба. Мы дарили традиционные свои ложки, мемпила, где был напитцент в центральный спортивный клуб армии. Первый матч, конечно, очень волнительный, ребята, хотя многие ребята улыбались, все равно в душе волновались, все-таки первый, перед Новым годом, первый матч. Есть профессиональная команда Нью-Йорк Рейнджерс, сильная команда, интересные хоккеисты в ней играют, поэтому, конечно, волнение есть, и каждый ждет начала матча. А сейчас? Я не знаю, что произошло, вообще гимн Америки, они поют всегда перед Монреальом. Здесь видно, может быть, наш гимн не знают слов, наверное, поэтому и американцы, видите, впервые не пели в этот матч. Сейчас можно представить бригаду арбитров, которые судят этот матч. Главный арбитр матча Юрий Карандиан СССР и его помощники-судьи Мат Павелич и Джон Домикко, оба Соединенные Штаты Америки. Итак, сегодня Юрий Карандиан, конечно же, это дает, наверное, некоторые, во всяком случае, психологические преимущества нашей команде. Судят эту игру, внимание, игра началась, и сейчас шайбу Александра Гусева. Попытка вброса шайбы в зону Нью-Йорк Рейнджерс. И сразу же, посмотрите, первое удаление. Прокатывается вдоль своего борта кавалера Харламов. У нас сейчас первое звено на площадке Михаилов-Петров-Харламов, Лученко и Гусев. И, нет, это был всего-навсего проброс. Вбрасывание у ворот Владислава Третьяка. У ваших ворот, Владислав, первая минута матча. Пас на пятачок, еще одна передача, еще гол. Ну вот сколько уже, вот сколько раз уже на первой минуте хоккеистам НХЛ удается добиваться успеха. И сейчас на первой же минуте матча прошла всего 21 секунда с подачи Жильбера и Эспозито. Отличился Викерс. Ну и сейчас видите на ваших экранах, что произошло, Владислав. Начало, видите, хорошее начало со стороны Нью-Йорк Рейнджерса. Пас великолепный, практически я бессилен был что-то сделать. Потому что, в принципе, первый игрок, который отдал пас, он должен был сам атаковать. Но он отдал пас, это он сыграл, можно сказать, в европейском стиле. Отдал хороший пас и практически пустые ворота. Нью-Йорк и команда, вот еще раз посмотрите этот момент, вот, видите, пас хороший. И посмотрите, он сразу не забивает, она опять отдает пас Эспозито. И Эспозито обратно возвращает и восьмой номер забивает. Я думаю, что защитники, конечно, в этом моменте не помогли мне. И, в общем-то, неожиданно так быстро нам забили гол. Сейчас на площадке у Нью-Йорк Рейнджерс, которая продолжает атаковать следующее сочетание. Это Питт Стэмповский, Уолт Ткачук и Рик Миддлтон в атаке. А также Рон Грешнер и Ник Беверли в защите. И, смотрите, усиливает натиск Нью-Йорк Рейнджерс. Еще один опасный момент, это Кэрол Вадне уже подключился к атаке. Защитник Кэрол Вадне реально угрожал нашим воротам. У нашей команды сейчас действует на площадке наше второе звено. Лученко и Василий в защите. Жлуктов, Викулов и Александров в атаке. Но вот пока, к нашему сожалению, не удается перехватить шайбу. Все-таки, наверное, какое-то волнение имело место? Или уж больно резво канадцы начали? Ну, я говорю, первый матч, конечно, волнение было очень большое перед матчем. Хотя, ребята, вы видели, на представлении улыбались, но все равно в душе готовились. Но никто не ожидал, что нью-йоркская команда начнет так мощно и, представляете, первые минуты атака за атакой. И, в общем-то, пока мы не можем справиться с своим волнением. И пас у нас пока не идет такой, какой мы привычно играем. Но я думаю, что сейчас команда должна выправить положение и наладить катание и пас. И тогда игра пойдет. Безусловно, вот вы видите на ваших экранах за игроками, сидящими в скамейке запасных, Борис Александров, один из тренеров команды ЦСКА. И сейчас на площадке, сейчас на площадке у Нью-Йорк Рейнджерс. Ну, Фил Эспозита появляется сразу в двух звеньях. Настолько важен оценен этот игрок. Сейчас он играет в следующем сочетании. Фил Эспозита в центре. И по краям Грег Полис и 14-й номер Эдди Джонстон. А в защите действуют все тот же Кэрол Вадне и Ник Беверли. Наши перехватили шайбу. Но вот могла получиться интересная атака. К сожалению, шайбу выпустили из своей зоны. И сейчас Кузькин пытается начать атаку нашей команды. Еще один перехват. И Полис врывается в зону Владислава Третьяка. Один из немногочисленных игроков Эдди Джонстон, который играет в шлеме у Нью-Йорк Рейнджерс, тоже имел реальную возможность для атаки. И вторую шайбу как бы не хотелось, чтобы пропустили сейчас армейцы. А? Не хотелось бы, чтобы вторую шайбу обидеть? Я хочу сказать, что видите, вратарь Джон Девинсон, который сейчас телекомментатор, я хочу сказать, очень высокого телосложения, высокий. И когда мы увидели, то тренеры сказали, что этому вратарю надо обязательно кидать низом, бросать шайбу по льду, потому что для него это будет очень трудно остановить. Ну, посмотрим, как справятся наши хоккеисты с заданием тренера. Сейчас первое звено на площадку нашей команды. Это Михаилов, Петров, Харламов, Кузькин и Цыганков действуют у нас. Здесь в смешанных сочетаниях защитники иногда выходили на площадку. Обрасывание у ворот Джона Дэвидсона. И сейчас последует первое удаление в этой матче. За задержку соперника клюшкой на вот сейчас сыграно уже 2 минуты и 46 секунд удаляется Дон Джер. Видели, как он атакует Бориса Михайлова и сейчас вынужден будет отправиться на скамейку штрафников. Вот что же это, в принципе, достаточно неплохо, такое своевременное удаление, чисто говоря, можно будет подрезать шайбу, прийти в себя. Вообще, конечно, это очень нам повезло, что Карандин судил первый матч, потому что мы немножко успокоились. Все-таки мы знаем, что американские, канадские судьи будут помогать своей команде. Поэтому я знаю, что Карандин нам бы не пытал помогать, но, самое главное, не мешал нам играть и делать то, что полагается нормальному суде. Это самое главное, что от него требовалось. Восемнении, что беспредела бы не допустил. Да. Откровенной грубости, как это было в матче с Велоденфи, например, о котором мы еще расскажем обязательно, кстати. Наша команда всегда отличается от команды НФЛ и других команд, что мы играем, всегда большинство лучше других. Ну вот посмотрим сейчас, как справится с задачей первой звено нашей. В принципе, к нашему звену Михаилов, Петров, Харлонов тогда всегда выходил. Да, как правило, они всегда выходили и, как правило, всегда добивались успеха. И Кузькин, Гусев всегда действовал в защите. Да. Ну, сейчас Гусев и Васильев. Как-то обговорилось специально то, что усиливаются и крылья Совета спартаковскими игроками и ЦСКА игроками Динамо и СКА. Да, оговаривалось с Национальной хоккейной лигой. Почему? Потому что каждая команда Национальной хоккейной лиги играла один матч против нас, а нам приходилось одним и тем же составом играть против разных команд. Но, вы видите, все внимание есть сейчас на площадке, то не получается у нашего первого звена. Наверное, сейчас произведена смена. Никак мы не можем наладить первый пас. И хочу сказать, что команда Нью-Йорка хорошо обороняется, не дает нам совершить бросок поваров. Нет, ну вот Владимир Петров держит. Удар, смотрите, и сразу же гол. Первый же бросок, удар. Вратарь отразил первый бросок. Но второй наш хоккеист, Борис Александров, завершает. И счет становится 1-1. Посмотрите, мощный бросок. Посмотрите, как хоккеист Нью-Йорк Реннесса ложился под шайбу. Вратарь отбил шайбу. Но вот он был бессилен Дэвинсом перед броском Бориса Александрова. Эту комбинацию начал Александр Гусев. И вот 4 минуты 4 секунды сыграно в этом матче. Численные преимущества реализовали московские армейцы. И счет становится 1-1. Ну что же, надо сказать, что после гола, пропущенного на первой минуте, эта шайба более чем своевременная. И вот уже опаснейший момент. Роджель Бер реально угрожал вороту Мавридослава Третьяка. Но все, слава богу, закончилось благополучно. И контратака московских армейцев. Но Дэвид Сен предусмотрительно прижимает шайбу ко льду. Брасывание у ворот Нью-Йорк Рейнджерс. Сейчас, пожалуй, сильнейшее звено на льду у Нью-Йорк Рейнджерс действует. Это Фин Испозито со своими партнерами Родом Жильбером и Стивом Викерсом. Такое сильнейшее звено нападающих. А у нас звено Жлуктов, Викулов и Александров на льду. И в защите Лученко и Цыганков. Константин Борисович Локтов, когда делал наставление перед матчем, он сказал, что нам надо обязательно выиграть. И надо все-таки канадцы, американцы, они грубоватые хоккеисты, надо держать удары, не отвечать ни в коем случае и наказывать только голами. Поэтому наши хоккеисты, как правило, не отвечают на грубость, сдерживают свои эмоции. И тем самым мы зарабатываем... Ох, какой момент. Зарабатываем двухминутный штраф и можем выиграть матч. Что и было в первом голе. Вот Викулов сейчас неудачно пытался адресовать шайбу своему партнеру, шайбу у Фила Испазита вновь. Вот как вам он показался четыре года спустя серии 72? Погрузнел, постарел или все тот же, все такой же опасный и яростный форвард? Жильбер атакует сейчас опаснейший бросок. Владислав парирует... Какой момент. Да, Фила Испазита, конечно, должен был забивать сейчас. Просто чудо, наверное, спасло нашего ворота. Какой момент. Александр Жлуктов. И еще двое. Бестящая контратака. Представляете, какой хоккей. Только что Фила Испазита должен был забивать, завершать атаку, которой ему партнер дашь прекрасную передачу. И тут же ответная атака и прекрасные комбинации. И мы выиграем 2-1. Представляете, какой хоккей. Начало, первый период. Супоминающийся. Посмотрите, какой хороший гол Владимир Викулов. В те годы, я знаю, у комментаторов было в моде говорить, как по нотам разыграли, что называется, шайбу. Да, вот. Смотрите, молниеносно. Александров, Жлуктов, Викулов и 2-1. Всего минуту 17 секунд продержался счет 1-1. И вот уже наша команда впереди. Ну, что говорить. Отличный холодный душ сейчас, что называется, на голову Нью-Йорк Рейнджерс. И вы знаете, у нас такая традиция есть у хоккеистов, что вот не забил, получи. Видите, Нью-Йорк не забил нам гол. И сразу же ответная атака, и сразу же получил. Так бывает в большом спорте, так бывает в игре. Безусловно. Но сейчас, я думаю, наша команда отошла от какого-то шока, который был первой минутой присущей нашей команде. Сейчас, вы смотрите, уже дером шайбу. Повели счет и 2-1. Я думаю, психологической волне никуда-то ушло. И сейчас, я думаю, наши хоккеисты, конечно, будут наращивать мощь свою и больше-больше будут атаковать ворота Джона Дэвидсона. Безусловно. Итак, сейчас вбрасывание у ворот Дэвидсона. И у нас на льду сейчас взаимодействуют между собой Мальцев, Солодухин и Попов в атаке. И сейчас смешанное сочетание звенья Кузькин и, очевидно, Василий в защите. Ну вот шайбу перехватил Джерри Холланд. Начинает атаку своей команды. Против него очень жестко действовал Солодухин. В общем, надо сказать, игрок ленинградского СКА также усилил, очевидно, армейскую команду ССКА. Я имею в виду. И сейчас, сейчас, смотрите, не даем перехватить инициативу хоккеистам Нью-Йорка. И еще одна опасная атака, увы, вне игры. Сейчас можно сказать о том, что... Вот Нью-Йорк Рейнджерс. Откуда возникло это название? Счет на ваших табло был только что. Рейнджерс, в принципе, переводили как Нью-Йоркские полицейские. Почему? Есть две причины. Первая. Очень большой легион полиции назывался Тексас Рейнджерс. Техасские полицейские. И игра слов, как очень часто бывает в английском языке. Команда Нью-Йорк Рейнджерс очень долго принадлежала мультимиллионеру Тексу. И вот такая игра слов получалась забавная, что как бы это Рейнджеры Текса. Тексас Рейнджерс, и оттуда Нью-Йорк Рейнджерс такое название получила одна из сильнейших команд Национальной хоккейной лиги. А тем временем хоккей, великолепный хоккей, продолжается Харламов в шайбе сейчас. Сейчас все-таки надо уже отрываться, надо как-то стараться от канадцев. Да, вы не знаете. По счету я не имею в виду. Ну, мы ведем 2-1. Я считаю, что это неплохо для начала матча. Я хочу сказать еще и о команде. Команда одна из самых богатых. И до сегодняшнего дня в Национальной хоккейной лиге. Поэтому она, конечно, имеет возможность иметь таких прекрасных игроков, как Фил Эспозит. Это очень дорогостоящий игрок. Поэтому и сегодня, если вы знаете, Мессиэ получает где-то около 6 миллионов в год. Поэтому в том году, вы знаете, Нью-Йорк Рейнджерс позапрошлым году выиграла кубок Стэнли. И, в общем-то, это большие зарплаты хоккеиста получает. И команда очень-очень хорошая. Смотрите, как атаковали сейчас Валерия Харламова. И Юрий Карандин тут же четко фиксирует удаление. За подножку на 2 минуты отправляется отдыхать Грешнер. О, посмотрите, какой удар по ногам. Это типа Бобби Кларковского в 1972 году. Один к одному. Да, конечно, Валерия Харламова, по-моему, больше никак нельзя остановить кудесника хоккея. И, конечно же, номер 4 только таким приемом мог остановить нашу звезду. 7 минут и 20 секунд сыграли команды в первом периоде этой игры. 2-1 впереди хоккеисты ЦСКА. И вот сейчас вот по этим первым минутам уже какое-то впечатление сложилось у вас о манере игры Нью-Йорка. Как они бросают, как атакуют. Да, мы видим все-таки команду Нью-Йорка высокорослая команда. И только мы можем ее переиграть, если будем очень быстрее двигаться и быстрее пас отдавать друг другу. Конечно, наша команда маневреннее, быстрее. И только за счет паса и большинства движений мы можем обыграть эту команду. И должны обыграть. Зелено Жлухтова сейчас на площадке. Жлухтов, Зукулов, который сейчас в шайбе, кстати, и Александров. В защите Лученко и Цыганков. А обороняется у канадцев сейчас пара защитников Вадне и Беверли. И им помогает Эспозита и Виггерс. Смотрите, Эспозита играет не только в большинстве, но и в меньшинстве. Как правило, звезды, которые получают и большие деньги, кстати, они всегда не уходят в площадку, играют больше всего, чем другие. И в большинстве, и в меньшинстве. Жлухтов. Острову оставил шайбу. Сейчас еще один пас Александров с шайбой. Обыгрывает защитника. Проходит за воротами. Вот пас на пятачок. До Викуловы шайба, увы, не дошла. Атака продолжается с шайбой Цыганков. И сейчас, как называется, удалось канадцам убить время и выбросить шайбу в нашу зону. Тяжелый момент, по-моему, был для Нью-Йорка. Очень сильно держали нашу шайбу. И, в общем-то, конечно, было поволноваться вратарю. Сейчас уже звено Петрова на льду. Михайлов, Харламов. И продолжаются атаки. Поляна та же самая, в принципе. Типичная канадская, Михайловская поляна в Нью-Йорке, да? Да. Очень маленькая площадка. Конечно, для нас это сложнее играть, потому что мы привыкли к большой площадке. Поэтому перед игрой мы делаем коррективы в технике и в тактике игры. Смотрите, как Харламов блестяще обыграл на движении сейчас его визави. Ну, вот передача в центр. Да, пас немножко не точно. Валерий Васильев шайбу подхватил. Сейчас опять передача на... Не очень точно. Вновь шайба. Шайба не доходит до Харламова. И ей овладел Питстен Полковский, который сейчас начинает некое подобие контратаки. Но главная задача у канадца сейчас убить ремя. Они поплежены, но в меньшинстве. Лесов с шайбой. Постоянно, постоянно. Вот и то, что мы слышим сейчас по интершуму постоянно. И комментатор, который как бы перенес нас в обратное время. Комментатор того национального телевидения. Харламов, Харламов, Харламов. Постоянно на устах у него наш хоккеист. Действительно, это была звезда. Звезда для того времени первой величины, которую в Канаде и в Америке уже, очевидно, боготворили. А сейчас смена, смена и новое звено на площадке у нашей команды. Это Владимир Попов на ваших экранах. Кстати, конечно, этот матч был очень интересен, потому что он был первый, и его смотрели миллионы болельщиков, как в Канаде, так и в Соединенных Штатах Америки. А были какие-то интервью перед матчем, после матча? Конечно, обязательно, потому что пресса допускается в раздевалке, в отличие от нас, от нашей прессы. И очень свободно могут брать у любого какие-то интервью. Вот, видите, грубо сыграли против Владимира Попова, но я думаю, что зубы у него целые, а может быть, и потерял несколько. Ну, это все тот же герой, в кавычках, Грешнер. Посмотрите сейчас на этот момент. Он как грубо, очень грубо играет. Потому что играет грубо, не успевает. Видите, Владимир Попов прошел на хорошей скорости, и опять тот же номер четвертый, тот же опять сидит на скаминке. Сейчас надо, конечно, обязательно забить и еще раз наказать за грубость команду Нью-Йорк Рейнджерс. Посмотрим, кто у нас на площадке сейчас. По-моему, Виктор Жлуктов, Викулов и Борис Александров. Сзади Сыганков. И Владимир Лученко. Именно это сочетание. Вы видите, тренер доверяет не только первому звену играть в большинстве, но и, видите, второе и третье звено выходят у нас в большинстве. 10 минут и 28 секунд сыграли команды в первом периоде. Опасный момент. Сейчас опаснейший бросок был поворотом, но самоотверженно защитник сыграл. Шайбов покидает зону Нью-Йорк Рейнджерс, и надо начинать атаку сначала. Вот вход в зону, конечно, меня всегда, честно говоря, восхищал в исполнении вот нашей школы хоккея. Все, казалось бы, продумано до мелочей, как нож масла. А ну, это же ведь воспроизводится, можно так сказать, благодаря плодотворным и многодневным многочасовым тренировкам, которые проходят до матча. Каждый хоккеист знает свое положение, знает, что ему делать. Но вы знаете, что национальные хоккейные лиги так в зону практически никто не входит. У них очень просто, они входят в брасывание, и идет быстрое катание к бортику, к дальнему. И там идет, значит, силовой и набор, и так они входят в зону. Но мы входим совершенно по-другому. Это отличие нашего хоккея от северноамериканского. Вот смотрите, а прессингует-то, пожалуй, сейчас нью-йоркцы получше нашего. А не вот буквально... Вот Валерий Харламов, посмотрите, что он делает. Опять, вы видите, опять ему по ногам бьют. Грубовато Нью-Йорк начал эту игру. Грубовато, можно сказать. Уже три раза удаление. Мы играем в большинстве. Есть от чего приуныть, ведь я думаю, хоккеистам Нью-Йорка, потому что, смотрите, идет первый период, счет 2-1 не в их пользу. И все время удаление, все время они не могут, что называется, наладить атакующий хоккей для того, чтобы сравнять счет, попытаться выйти вперед. И ничего не получается, буквально наши держат шайбу постоянно, постоянно бросают по воротам. И вообще какая-то игра идет такая нетрадиционная пока, во всяком случае, потому что обычно сразу инициатива у канадцев. А вот и наши болельщики, кстати. Какой-то казак. Да. В казачьей форме, да. Ну, в этот момент дело в том, что в этот момент артисты цирка, которые гастролировали в США и в том числе в Нью-Йорке, пришли на игру. Вообще и работники посольства были, и представительство нашего в организации заведенных наций, все пришли посмотреть великолепный хоккей, и, естественно, болели за нашу команду. Ну, не получается что-то нам в большинстве. Немножко мы перехвалили свою команду, надо сейчас собраться, и обязательно, обязательно использовать большинство, потому что потом это будет сделать труднее. Лучи сейчас сделают в первом периоде. Волчков, Попов, и вот даже у нас смешанное сочетание начинает применяться. Волчков, Попов и Солодухин в атаке у наших хоккеистов. А вот сейчас Канекса перехватывает шайбу, и она у Эспозита последует пас на Викерса. Да, Викерс подхватывает шайбу, и уже вот, ну, просто не могу себе представить наш пятачок без Фила Эспозита на нем. Он постоянно там не караулюл моменты для того, чтобы отличиться в очередной раз. А сейчас уже Солодухин бросает. Грешнер, который вышел на площадку, в том числе, оставил же Канекса шайбу, подхватил и начал атаку своей команды. Ну вот сейчас, я думаю, что у Нью-Йорка веско выделяется одно первое звено, где на льду появляются Жильбер и Эспозита. Они действительно играют и интересны, и разнообразны. Смотрите, сразу же в зону нашей команды игра перемещается. Остальные звено не так сильно. Ну, конечно, первое звено выделяется намного, потому что это лидеры команды. Они и должны играть лучше, чем другие. И действительно, вы посмотрите, 12 номер, Фила Эспозита мы практически не выпускаем из пола зрения. Все время он выходит и в большинстве, и в меньшинстве, и когда трудно команде, и когда легко. Лидер команды должен вести за собой команду. Гершер, ну, начал атаку. Викерс, дальний бросок. И я вижу, что вы все чаще и чаще выкатываетесь, как бы, из ворот, сокращая угол обстрела. Конечно, это специальная тактика. Когда я ехал в Национальную хоккейную лигу играть с клубами, я знал, что они очень сильно бросают. Вы посмотрите, мощные броски. Как правило, все атаки завершаются мощным броском, поэтому надо дальше выходить из ворот, сокращать угол попадания шайбы. Вот хороший момент. Посмотрите, 3 на 1, но это должен быть гол. Ох, какой момент. Ну, представляете, какой самоотверженный бросок под шайбу. Номер 25-й. Ник Беверли. Ник Беверли. Посмотрите, как самоотверженно. Считай, второй вратарь в Нью-Йорке появился в лице защитника. Вообще, конечно, 3 на 1 наши хоккеисты должны были расправляться и забивать шайбу. Непростительный момент для нас. И вот видите добивание Борис Михайлов. Это он король добивания, пошел на добивание, но шайба проходит мимо штанги. Я сейчас смотрю на вратаря, на Джон Дэвидсона. Он недалеко выкацается. Видно, он видел матчи 72-го года и знает, что против советских хоккеистов нельзя далеко выкацаться, потому что большинство наших игроков обыгрывает вратаря, а не бросает. А у нас, наоборот, я знаю, что канадские и американские игроки всегда бросают, а не обыгры. Видите, разные манеры игры для вратаря в этом матче. Слушай, сейчас проброс и убрасывание у ворот Владислава Вертика. Внимательно наблюдают за игрой и нью-Йоркцы, и многие, я думаю, специально на этот матч приехали из других городов, любителей хоккея, которых тогда, признаемся, в Соединенных Штатах Америки было еще не так много, как сейчас. И все-таки эти игры вызывали огромный резонанс. Сейчас Цыганков и Лученко борются за бортом с нападающими Нью-Йорка. Опаснейший бросок поворотом Владислава Вертика, по-моему, чуть ли не штанга сейчас спасла нашу команду. И вот только сейчас вывели шайбу из зоны своей армейцы, и уже сами атакуют. Это Викулов был, ему помогают Жлуктов. Пас на пятачок, вот до Александрова шайба не дошла, и сейчас Ферберн переводит игру в среднюю зону. Такое владение у Викуловы шайбы, ювелирные. Ох, хорош, ах, как жалко. Борис Александров не прошел пас на пятачок, где дежурил Виктор Жлуктов, который, если бы прошел пас, конечно, было бы убойное место для вратаря. Жалко, не прошел. Ну, вообще, вот я вижу сейчас по технике наше превосходство просто очевидное. Будет очень обидно, если так и не будет реализовано, потому что уже ни один, ни два момента было, и все, как-то не можем добиться успеха. У нас были фирсов, был на экране. Ну, представляете, какое владение ювелирной шайбой, клюшкой шайбы наши хоккеисты имеют преимущество, конечно, перед канавцами, перед американцами и хоккеистами. Эта школа, эта школа хоккея, она, конечно, отличается, наша школа отличается от именно американской школы. Филоспозита был на точке выбрасывания, сейчас вновь первое звено на площадке у Нью-Йорка, это Вадне, Беверли, Эспозита, Жильбер и Виккерс. Нельзя расслабляться, видите, как грубый пейс. Мальцев сделал очень точный пас, казалось бы, на Попова, но вот не точно, не получилось пока. Вот смотрите, шайбы на пятачке сейчас. Иногда вы прижимаете шайбу к льду, ловушке, иногда отбрасываете подальше. И вот опять Эспозита, посмотрите, что он делает. Это в зависимости от положения, от ситуации, которые... Если атака затяжная на наши ворота, то я должен обязательно прижать шайбу, чтобы дать передохнуть или произвести смену составов. Когда, допустим, только атака такая, короткая атака на нас, то я, как правило, шайбу не останавливаю, а ее пускаю опять в игру, чтобы не делать вбрасывание в нашей зоне. Потому что вбрасывание тоже опасно в нашей зоне, потому что, как правило, вы знаете, что северноамериканские хоккеисты очень хорошо исполняют этот элемент. Давайте посмотрим. Вы видите, видите, опять Фил Эспозита выиграл. Ну, это великолепный мастер. Ну, кстати, многие и сейчас европейцы уступают в этой ситуации, когда происходит брасывание шайбы. Мы уступаем. Или мы как-то равнодушно относимся к этому, но хотя это преимущество дает очень большое преимущество в игре команды. То есть, Харламов пас на пятачок, вот тут пас не дошел до Бориса Михайлова и перехватил шайбу у Абне, который начал атаку Нью-Йорка. Эспозита с шайбой, буквально что-то чуть-чуть она запуталась у него в ханьках. Ох, какой бомб. Опять, вот смотрите, уже в первом периоде Эспозита мог забить три шайбы. Три момента опасных. И он всегда, вот это мастер, он всегда находится там, где шайба, он знает, он чувствует, он чувствует, где шайба, куда должна прийти. И вот, смотрите, сейчас он должен был опять, конечно, забивать шайбу. Владислав, вот когда вас расстреливают с такого близкого расстояния, уже, наверное, реакция не спасает. Только выбор позиции правильный. Только рефлекс вратаря, рефлекс, только человек интуитивно все действует. Если он подумает, что делает, он уже проиграл, уже шайба будет в воротах. Гусев опасно очень бросал, но не получился бросок, не получился точный бросок, скажем так. И сейчас мы, Нью-Йорк атакует, и положение вне игры, вбрасывание в среднюю зону. Ну, что я хочу сказать, что начало неплохое. Интересно для болельщиков, и посмотрите, и у нас моменты были хорошие. Вот еще раз, смотрите, пока этот момент, смотрите, защитник от силы не бросает, идет подправление. И смотрите, сходу, Эспозита, смотрите, не останавливая шайбу, сходу бросает по воротам нашей команды ЦСКА. И только с чудом, в общем, шайб попадает ко мне в щитки. Вот специальный НХЛ подгадывал свой календарь под эту суперсерию. А в нашем чемпионате СССР были какие-то изменения тоже под эти встречи? Ну, вы знаете, у нас всегда, вот момент, тоже мы могли заявить, Борис Александров мог провести опять свой вторую, ко второму голу, но хорошо сыграл врата Нью-Крендерса. Вы знаете, новогодние турниры у нас всегда, после пресс-известий, команды разъезжаются на турниры в разные страны, и поэтому, как правило, у нас в это время всегда перерыв. Поэтому провели именно в это время эту суперсерию 75-76. Кстати, смотрите, четвертый номер опять, третий уже раз подряд уходит на шкамейку струфников. Посмотрите, опять подножка, нет, задержка рукой. Да, номер четвертый, видно, не очень любит русских хоккеистов. Их же в третий раз. Ну, да, и четко выполняя тренерскую установку, очевидно, не можешь остановить по правилам лучше с фолии, но не дай пройти своему опекаемому игроку. Вот, кстати, сейчас плюхнулся так налет, немножко нелепо канадский хоккеист. И вот я хотел спросить, ну, если по технике, с техникой все понятно, вот по мастерству катания, что можно сказать, все-таки было у кого-то превосходство? У нас, мне кажется, что наши хоккеисты по катанию превосходят канадцев, потому что канадцы все-таки по росту выше наших хоккеистов, им посложнее стартовая скорость. Мы в стартовой скорости превосходим канадцев. Может быть, в длинной скорости они могут нас обыграть, но в стартовой скорости очень трудно. Поэтому мы более подвижны, потому что по габаритам мы поменьше, и я думаю, что в этом у нас есть свое превосходство. И, конечно, владение шайб. Посмотрите, вот Викулов ходит. Но это же просто можно показывать в учебнике, как надо обращаться с шайбой. Сейчас звено Викулов, Жлуптов, Александров на площадке. Но, по-моему, смена в ходе встречи происходит у нашей команды. Вот Лученко пока так за воротами начинает атаку. Нет, пока Викулов еще на льду. Около минуты чуть меньше остается сыграть в первом периоде. Командам по-прежнему 2-1 впереди ЦСКА. Но численное преимущество у армейцев, и можно еще попытаться что-то изменить. Хотя, я думаю, канадцы умеют вот такие отрезки, что называется, правильно доигрывать и доводить до конца. Им сейчас совсем не нужна третья шайба. А при малейшей возможности они еще будут и контратаковать наверняка. Вот у Петрова сейчас шайбу как раз перехватили. И начинает качук атаку своей команды. Он держит шайбу. Смотрите, как здорово время убивает. Одна ошибка у нас. Представляете, все время с шайбой игрок один и нет поддержки. Вот до этого Владимир Викулов ходил, Владимир Петров. Смотрите, Валерий Харламов один. Посмотрите, что он делал. Но это, я не знаю, если бы была возможность, я бы встал бы на трибуне. Потому что такую шайбу забить только может Валерий Харламов. Вы посмотрите еще раз. Это можно сказать, знаете, в азбуке. Знаете, вот так надо обыгрывать. Посмотрите, стоят два защитника. Он одного обыграл, второму показал. Выходит один на один. Показывает ложный замах, бросок и счет 3-1. Еще раз посмотрите. Да, что называется. И Кэрол Вадне, и Дон Джер остались в дураках в этой ситуации. Как потом вспоминали защитники, одному из них он показал, что уходит вправо. Другому, что уходит влево. И оба поверили. И как бы расступились перед Валерием. И тот сделал замечательный гол. Гол, который вошел в сокровищницу хоккейного искусства. Сейчас истекают последние секунды первого периода этой игры. Шайбу у Фила Эспозита. Он делает такой вброс ее к воротам Владислава Третьяка. Эта шайба, естественно, легко отражается. И сейчас уже скоро прозвучит сирена. Вот она, возвещающая о том, что первый период этой встречи закончился за счетом 3-1 в пользу ЦСКА. И сейчас еще раз смотрите. Великолепный гол в исполнении Валерия Харламова. Комментарии излишни, как говорится. Это просто наслаждение. Это просто наслаждение. Практически он обыграл всю команду. Конечно, мне жалко даже, откровенно говоря, Джон Тэвисона, воротаря. Потому что то, что сделал Валерий Харламов, по-моему, ни один воротарь мира, наверное, не остановил бы такой сольный проход. Ну, первое, что мы, конечно, знали, команда играет у себя дома. И, конечно, публика заставляет своих хоккеистов идти вперед. Это естественно. Поэтому мы, в общем-то, выбирали, особенно в первом периоде, как-то оборонный такой, более закрытого типа хоккей, чтобы играть на контратаках. Потому что если играть в открытый хоккей у них дома, на их приеханной публике, на их стадионе, это было чревато. Поэтому первый период мы играли как бы от обороны. Но если нам предоставлялась возможность хорошей атаки, мы шли смело в атаку и атаковали ворота противника. Конечно, мало информации мы знали о Национальной хоккейной лиге, очень мало знали. Мы знали, что там только играет, по-моему, Блэк Парк. Я не знаю, будет он, играл ли он в этом матче, и Спозит. И больше практически других игроков мы не знали. Это, конечно, сложности, особенно для меня, для вратаря. Потому что я не знаю, в каком ключе играет команда, не знаю ведущих игроков. И поэтому мне надо было быть внимательным ко всем игрокам. Единственное, что я делаю, когда я ехал в Северную Америку, я коньки точил, как бритва. И потому что сильные броски, которые пользуются Национальной хоккейной лиги, очень трудно отразить. И я сокращал угол попадания быстрым выходом из ворот. А для этого надо очень хорошо на коньках кататься. И очень острые коньки. Вот это я всегда делал. И уже за неделю до выезда в Национальную хоккейную лигу, вот на эту суперсерию, среди клубных команд, я уже готовил себя здесь, на тренировочном процессе, как я буду играть там. У нас больше зацепов было, задержки клюшек, значит, подножки. У них как бы это... Они всегда играли очень жестко, но достаточно грамотно. То есть они знали, когда сделать нарушение, и как, и незаметно даже для судьи. Ну, например, если игрок, канадский защитник, стоял за спиной нашего нападающего, он незаметно по шлему бил, так, сзади. И шлем попадал на глаза. Этих моментов мы у себя просто не практиковали. Не знали такие моменты. И пока шлем поправляешь, уже момент уходит. Ещё момент. Сзади в ворот игрок располагался, канадский, бил по черенку сзади в воротарю. В воротарь пока оборачивался, такие вот моменты были. И шайба залетала в ворот. То есть нюансов очень много у них поймали, что вот вроде бы незаметные для судейских глаз, а в то же время это сказывалось на результате. То есть это приносило результат. Тренеры сказали, ничего, сейчас войдёт всё в своё русло, больше играйте в пас, потому что игроки Нью-Йорка очень высокие по росту, и физически высокие. Ведь шайба всегда быстрее движется, чем игрок. Поэтому играйте больше в пас, больше катания, и успех придёт. Итак, через несколько секунд начнётся второй период стартового матча Суперсерии 76 Нью-Йорк Рейнджерс ЦСКА. Напомню, что после первого периода счёт 3-1, впереди московские армейцы. Я напомню вам, как развивались события в первом периоде. Уже через 21 секунду после стартового свистка Викерс с подачей Эспозита и Жильбера открыл счёт в матче 1-0 по вел Нью-Йорк Рейнджерс. Но на пятой минуте встречи Александров сравнял счёт. На шестой минуте, буквально через минуту 17 секунд, Викулов с подачи Жлуктова и Александрова вывел нашу команду вперёд. И Харламов с сольным проходом на последних секундах первого периода, великолепно обыграв двух защитников Нью-Йорка Рейнджерс, поставил в первом периоде, что называется, такую приятную точку 3-1. Впереди ЦСКА и сейчас на точке выбрасывания Эспозита и Петров. Смотрите, Петров выиграл выбрасывание. Да. Приятный очень случай. До отказа заполнил Мэдисон Сэл Куэр Гарден. 17,5 тысяч зрителей смотрят за этой игрой. И сейчас, сейчас начался второй период. Ну что, наверное, какие-то были приятные, приятно проведённое время в раздевалке. Хороший счёт, хорошая игра, да, Владислав? Ну что, 3-1 выигрывать на поле противника, это большой счёт. И каждый понимал, что это, конечно, не последний, не последний голы в этом матче, но уже настроение было лучше. Потому что начало было не очень приятное для нас. Смотрите, всё-таки вот на фоне всей команды Эспозита явно выделяется. Вот Эспозита снова в шайбе. Шайбе, да? Конечно. Ну и наши здорово контратакуют. Вот Михайлов сейчас составляет шайбу Петрову. Харламов немножко неточный. Неточный пас был, да. Владимир Петров бы дал бы вперёд, то, конечно, Валерий принял бы и обязательно атаковал бы в ворота. И вновь Харламов, посмотрите. Ну что же, итак, совсем недавно вся Америка, что называется, отмечала Рождество. Мэри Крисмас раздавалась на каждом перекрёстке. И, как бы, наверное, по этой игре, во всяком случае, незаметно, чтобы слишком перегуляли. А сейчас, посмотрите, только-только началась игра. И пас на пятачок. В общем, немножко, по-моему, даже в канадском стиле шайба. Я только хотел об этом сказать. Это действительно типичный канадский гол. Пас и заворот. И без остановки наш Киев, посмотрите, вот. С подачи Харламова и Михайлова. Забивает Владимир Петров. Без остановки. Очень трудная, трудная очень шайба для вратаря. Когда игрок останавливает шайба, то у вратаря есть время занять правильную позицию, чтобы отразить бросок. Но здесь у вратаря винить нельзя, потому что действительно был хороший пас Валерия Харламова. И, конечно, прекрасный в исполнении гол Владимира Петрова. А сейчас опасная контратака. Бросок на месте Владислава Третьяка. Опасно, как он атакует сейчас хоккеисты Нью-Йорка. Ну что, такое звено, как Михайлов Петров Харламов, забивало голы на любой вкус. И, в общем-то, любому, любой команде было совсем неприятно встречаться на льду с этими великолепными мастерами. И вот вновь атакуют московские армейцы. Бросок из-под защитника. Викулов его не совершал, но не совсем удачно. И в шайбу похватили хоккеисты Нью-Йорка. Две минуты и тринадцать секунд сыгран на втором периоде матча Нью-Йорк Рейнджерс-ЦСК. 4-1. Впереди армейцы столицы. Да, можно сказать, внушительный счет. В общем-то, второй период. Как-то приятная неожиданность какая-то. И главное, сейчас канадцам ни в коем случае нельзя расслабляться и все время держать ухо в астров, что называется. Потому что малейшую слабину они тут же почувствуют и уже возьмут правление в свои руки. Да и сейчас с поражением не смиряются, естественно. И всеми силами хотят игру переломить. Вот Александров очень самотверженно борется там у кромки льда. И на дну впас на эспозиту. Практически все время на льду проводит мастер. И сейчас, смотрите, чуть-чуть совсем не дошла шайба до Ткачука. А мог быть выход один на один, чтобы разорядить, наверное, ситуацию. Я только так и сделал. Посмотрите, опасный момент был. И, конечно... А вот еще раз показывает нам прекрасный гол, который займил Владимир Петров. Вообще, конечно, мы не ожидали, что хоккейный матч пойдет вот так более-менее успешно для нашей команды. Ну что вы, ввести 4-1 во втором периоде – это просто сказка для нас. Но, видите, Нью-Йорк не сбрасывает темпы. И, конечно, он же будет стараться переломить исход матча. И мы думаем, что впереди еще будет много-много интересных моментов. Да, обычно такие игры, это всегда, мы, при этом, развиваются для наших команд по другому сценарию. Такое мучительно... Мы мучительно отыгрываемся, пытаемся переломить борьбу. На нас все время натиск, напор совершают канадские команды, клубы или национальные сборные. А нашим ребятам приходится легко. И тут кто бы мог подумать. Только начало второго периода. И уже 4-1. Уже такое преимущество. Так, впрочем, вот, смотрите, опасная атака. Да, наши защитники очень глубоко. Вот какой момент. Посмотрите, тоже. Наши защитники очень близко отступали к своим воротам и дали возможность защитнику пройти практически и совершить бросок по моим воротам. Грешнер и Холланд последовательно атаковали вот один за другим буквально. И просто, не знаю, действительно, наверное, без реакции, которая уже сведена на уровень рефлекса, здесь не обойдешься. Мне даже трудно вспомнить комитет. Смотрите, сильный бросок, да. Но он не достиг цели. Хорошее качество есть в Национальной хоккейной лиге. Все нацелено на ворота. Или бросок, или пас. Где бы ни находился хоккеист, посмотрите, все нацелено на ворота. Все. А я вот сейчас хотел вас, Владислав, спросить о вашей маске. Посмотрите, опять Харламов чуть было не совершил. Еще одно маленькое чудо, но тут уже его остановили, конечно. Я думаю, было нарушение правил. Да, ну просто уже Юрий Карандзин решил, что сейчас можно вот так. Да, ну только 4-1, и сейчас опять будет удаление, тогда ему, наверное, весь зал будет свистеть. Свистеть хотя, хотя, конечно, удаление было, и Валерий Харламов в последний момент успели зацепить. Безусловно. Вот сейчас Гусев очень четко, смотрите, как сыграл. Насчет маски, это вот уже маска отличается от 72-го года, потому что эта маска более шлем, он более уплотненный такой, и он, конечно, держит удар. И маска сделана специально под меня, она так и называется маска Владислава Третьяка. И, кстати, в этой маске вот после этих игр очень многие вратари и в национальной хоккейной лиге, и в Европе стали играть. А ведь и в серии 72, и в серии 74 Коэнд Райден и Джерри Чиверс стояли в таких масках, но у Чиверса вообще была разрисована. Внимание, сейчас Александров оставляет шайбу Михайлову, вот не получилась эта атака, и мы можем продолжить наш разговор, пока начинается атака кисти Нью-Йорка. Вы не примеряли эти маски? Как они вам пришлись? Господи, так маска атаковал, все время мешает нашему разговору. Он больше всех атакует наши ворота. И чувствует позицию, вот немножко даже не везет ему, по-моему. Да, не везет, но посмотрите, какая атака, какое у него есть чутье, посмотрите, как он заряжен на бросок. Практически он все делает без остановки, хотя в нем можно килограмм, наверное, 120 он весит, наверное. Это большой, это под два места рост, и посмотрите, как он владеет, и все время он там стоит на пятачке, все время он дежурит, чтобы сдобить шайбу в наши ворота. Ну, здесь надо еще уметь и правильно своим весом пользоваться, что называется, 120 килограммами. А пока вот наше звено Викулов, Желухтов и Александров. Видите, даже Викулов ошибается. Да, в своей зоне. Серьезно взялись за дело уже хоккеисты Нью-Йорка и прессингуют даже в зоне армейцев Александров с шайбой. Так вот, другие маски какие-то такие, пластмассовые, они никогда не приличали вас? Вы всегда стали вот такой. Я начинал с такой маски, но эти маски, чем отличаются, они очень близко прилегают к лицу, и любой удар, он, конечно, обжигает лицо, и, конечно, вот эти там ромбики, кубики, которые вырезаны для того, чтобы лицо дышало, они как раз и наносят травму лицу. Это, как правило, потом зашивает лицо после ударов. Так что я отошел от этих масок, и потому что... Вот эти металлические шнуры, ваши маски, они не мешали зрению? Нет, наоборот, она нормальная, никаких помех. Нет, она так сделана, такая конструкция, что не мешает зрению. И ты ее практически не замечаешь, тебе легко дышать, много кислорода, воздуха, и, в общем, обзор хороший, и самое главное, безопасность. Даже если будет хороший удар, прути согнут, но не достают до лица. Господин Владимир Попов рвался еще один. О, какой момент, какой момент. Тоже атаку схода хотели, но ведь... Да, Жлуктов, Попов и Солодухин сейчас действуют у нашей команды. Нет, вот Мальцев на площадке появился у наших хоккеистов. Пока не очень часто включается Александр Мальцев в игру, а ведь его мастерство, я думаю, тоже должно сказать свое слово в этом матче. Ну вот и Нью-Йорк идёт вперёд, и Эдди Джонстон передаёт шайбу своему партнёру. Это был Пит Стэнковский. И вообще, надо сказать, тревожат своими бросками, тревожат своими бросками наши ворота. Это хоккеисты Нью-Йорк и Рейнджерсы сейчас снова атакуют. И ещё один бросок парируется. А ведь вот хоккейную амуницию вы могли заказывать вот как бы под себя, по своим меркам, каким-то по своим желаниям. Или всё-таки это были стандартные какие-то товары, которые, поставляя с вами, вы уже как-то прилаживали под себя. Сейчас, кстати, Юрий Карандин фиксирует удаление, и сейчас уже удаляется наш хоккеист, это Владимир Попов, за неправильную атаку противника. Малым штрафом наказана команда ЦСКА. Вот это уже неприятный эпизод. Видите, что как в свой кондуит заносит Борис Александров, один из тренеров команды ЦСКА. Да, сейчас будет первый. По-моему, Нью-Йорк играет в большинстве, поэтому сейчас будут очень интересные моменты. И говорят, если о форме, то у нас не было денег, чтобы заказать, потому что, когда делают под заказ, то это в два раза дороже форма. Поэтому обычные формы, которые продаются в магазине, нам давали, и мы не играли. Как правило, только клюшки делались под заказ, под игроков. Под вратарей нет. То есть вы тоже действовали какой-то клюшкой, которую вам просто привезли? Нет, как правило, это уже сначала было. Когда я уже стал олимпиад чемпионом, то под меня специальная фирма, фирма Кохаман, реаль, делали специальные клюшки под меня. Это был специальный контракт какой-то, да? Да, специальный контракт с Федерацией Хоккея. Уже какая-то коммерческая жилка и тогда была у нашей Федерации. Да, да. Ведь наверняка и в этой суперсерии были также какие-то моменты, оговариваемые и рекламой. А вот сейчас было ли удаление? Что говорит? Надо посмотреть, надо посмотреть. Юрий Карадин, по-моему, свистнул, что Гусев сейчас... Да. Не важно, почему мы так видели, что... Видите, Юрий Карадин не подыгрывает нам, оставляет нас втроем. Втроем. Давайте посмотрим. Причем меньше минуты. Сейчас больше минуты, больше минуты, минуту и 12 секунд. Наша команда будет играть втроем. Естественно, тут же на площадке появляются сильнейшие кисты. Испозито, Жильбер. Опаснейший момент. Шайба на пилачке. Еще один момент. Ой, что творится у наших ворот. Какой штурм предпринимает сейчас хоккеисты Нью-Йорк. Они прекрасно понимают. Забей вторую шайбу. И игра фактически во многом начнется сначала. Снова появится интрига и напряжение. Сейчас вот Жильбер с шайбой. Он маневрирует. Но блестяще перехватил шайбу Влад Заберник. Вообще, как говорят тактики, тренер говорит, тактики нету, когда играют три игрока против пятерых. Обычно всегда это завершается взятием в ворот. Ну, давайте посмотрим, что сделают лучшие какие-то Нью-Йорк-Ренджи. Жильбер. Испозито. Ох, какой бросок. Опять без подготовки. Самый трудный для вратаря бросок. Ох, повезло нам. Жильбер не ждал, что Испозито вот так тетраулно сыграет. Неточный пас. Кстати, седьмой номер это Жильберг. Он играл в защите. Посмотрите, он играет, исполняет роль защитника, чтобы усилить мощь атаки. Владимир Попов появился у нас на льду и уже чуть полегче стало нашим хитлистам. И еще около минуты играть в меньшинстве, тем не менее. Да, что я говорю, это очень неприятный ответ. Как зал болеть за свою команду. Естественно, вообще эмоциональная публика и в Нью-Йорке. И они прекрасно понимают, что сейчас сократил разрыв в счете. И можно будет снова, можно будет снова верить в победу и в то, что удастся первыми в ход встречи. Сейчас Вадне ходил в зону армейцев. Не очень удачно. Шайбу выбросили. И через 20 секунд на площадке сможет появиться и Александр Гусев. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что уже 11 минут и 2 секунды сыграли команды. Во втором периоде этой встречи появился на площадке Александр Гусев в полном составе ЦСКА. По-прежнему 4-1. Впереди московские армейцы или Красная Армия, как величают нашу команду там. А вот и Николай Николаевич Озеров. К сожалению, мы сейчас, увы, не можем слышать его голос, но его самоотверженный крут и кромки льда уже давно и по достоинству оценил всеми нами. Вот сейчас видите, как он комментирует эту игру. Доставляет уже тогда нашим болельщикам радость. Радость сопереживания самых-самых величайших минут в истории нашего хоккея. Я хотел бы отметить, что Николай Николаевич очень близко, около бортика, всегда на грани, знаете, травм. Даже я знаю, что на чемпионат мира один раз он получил травму, но все равно продолжал свой репортаж. Уникальный человек, которым связана вся жизнь наших хоккеистов с этим прекрасным человеком. Я хочу сказать, что наши... Я хочу сказать, что представляете, мы выставили 5 против троих. Практически невозможно было в Нью-Йорке выставить. И вот команда показала, что она и в меньшинстве может сыграть хорошо. И, конечно, всем надо поставить пятерки за такую хорошую работу. Все, кто выходил на площадку в эти трудные моменты для нашей команды. Конечно, если будет счет 4-2, 4-3, понимаете, здесь так в НХЛ меняются ситуации, что здесь нельзя расслабляться не на секунду. Поэтому надо всегда быть очень собранным, аккуратным и только расслабиться, когда уже будет финальная серия. Анатолий Фирсов, наш... А, нет, простите, это скамейка, скамейка, естественно, запасных. Очень похож, смотрите. Да, похож. Это главный менеджер команды. Но они недовольны, потому что... Эмиль Фрэнсис, и он очень похож на Анатолия Фирса, вот здесь Рон Стюарт должен быть рядом с ним. А я, кажется, помню, что произошла публика, недовольная тем, что... Как складываются события, тем, что не удалось реализовать численные преимущества, тем более против трех кистов, стало бросать на лед монеты. И вот, наверное, и Озеров там наблюдал внимательно, какого достоинства наверняка летят монеты на лед. И сейчас выбирают рабочую площадку для того, чтобы готово было все к игре. Можно просто травму получить. Не только монеты, они бросают и Кока-Колу, вот видите, и баллончики всякие с краской даже бывает. Это, кстати, в Филадельфии вы увидите, очень многие бросали баллончики с краской. Вот это, в принципе, недовольство своей команды они выражают так, потому что команда, конечно, такого уровня, как Нью-Йорк Рейнджерс, должна забивать шайбы пять против троих. Но великолепное мастерство наших хоккеистов, которые выходили на площадку, не позволили добиться успеха в Нью-Йорке. Но первые паузы, смотрите, пауза, потому что чистят лед, краска попала на лед и очень могут нанести травму хоккеистам, которые будут приезжать по этому месту. Вот Анатолий Фирсов как раз стоит. Он какие-то замечания, и наши тренеры довольны. Какая культурная программа-то была подготовлена? Ну, у нас культурная программа одна, это кино. Мы всегда перед игрой ходим в кино. Что смотрели? Поход в кино. Тогда писали, что вам понравились челюсти. Челюсти понравились, да-да-да. Ну, необычно, потому что мы смотрели в маленьком кинотеатре, только наша одна команда была в цели безопасности. Поэтому, когда ты сидишь в пяти метрах от экрана, и такая челюсть вылезает, это очень-очень страшно было. Тем более, что мы-то не привыкли бы тогда совершенно к подобным профилям. Безусловно. Итак, сейчас звено Жлуктова на площадке. Вот не точно по основе Кулова перехватили шайбу. Нет, Ткачук перехватил шайбу, тут же переадресовал ее Захаруку. Еще одна передача. Грешнер вводит шайбу в нашу зону. Но здесь Лученко должен уже начать атаку нашей команды. Нет, не получилось. И вновь у Захарука шайба. Такая несколько сумбурная игра. И вбрасывание в средней зоне. Уже около восьми минут осталось сыграть во втором периоде командам. Напомню, что только что была большая пауза в игре. Следовательно истинно, что зрители, довольные течением матча, стали выбрасывать на поле различные предметы. Нас устраивает сейчас такая игра. Она немножко пошла в русле более медленном. 4-1, конечно, нам самое главное удержать счет. И, конечно, не уходить в оборону, как иногда многие команды делают. Как правило, если команда уходит рано в оборону, еще играть практически полтора периода, это чревато тем, что команда противника может нанести серьезный удар. Поэтому надо продолжать играть в своей манере. И только так мы можем довести до победного конца этот матч. Первое звено на площадке у хоккеистов Нью-Йорк Рейнджерс. Это Ладне и Беверли в защите. Викерс, Джонстон. Смешанное сочетание и Спозита было в атаке. И сейчас вбрасывание у ворот Владислава Третьяка. Нет, это был проброс. Проброс зафиксировали арбитры. Здесь четко с лайнсменами взаимодействовали. И вбрасывание у ворот Дэвидсона наоборот. А вот вбрасывание по-прежнему выигрываем. Время, выигрывать не научились. И как бы вот в основном проигрываем. И еще один опасный момент. Ну вот во втором периоде, на самом деле, чувствуется преимущество канадцев все-таки. Ну, большинство играли. И сейчас все канадцы, американцы, можно сказать, они чувствуют, что играют у себя дома, конечно, они полны желанием изменить исход матча. И, конечно, они сейчас пойдут в атаку и будут все предпринимать, чтобы исход матча немножко поменять. Естественно, их публика бросает вперед. И нам надо играть на контратаке сейчас. Ну, мы так часто говорим канадцы, особенно я, потому что, как правильно сказал Владислав, дело в том, что большинство подавляющее в 1976 году за Нью-Йорк Ренжерс были канадские хоккеисты. И совсем малая часть граждан Соединенных Штатов. Поэтому вот я думаю, что будет... Не будет ошибки, если мы будем называть эту команду канадской командой. Несмотря на то, что она, естественно, из Нью-Йорка. А сейчас вот мог успеть Шайби Солодухин, но немножко не получилось. И бросование в ворот Дэвидсона. Два лайнсмена, я еще раз напомню вам, помогают сегодня главному арбитру встречи Юрию Карандину. Это Мат Павелич и Джон Дамик. И, в общем-то, пока вся бригада, я думаю, вполне здорово справляется со своими обязанностями. Во всяком случае, не дает повода ни той, ни другой стороне усомниться в объективности и непредвзятости судейства. Ну, вы видите, уже прошло полтора периода, практически драк, практически нету. И, в общем-то, особо грубости есть, правда, только номер четвертый, который у команды Нью-Йорк. О, какой момент! Вот, смотрите, мы сыграли в канадском стиле. Манере три раза добивали ворота. Я не знаю, как это позволили нам защитники Нью-Йорка добивать по три раза шайбу. Как правило, они играют очень грубо на пятачке, и это очень трудно. Посмотрите, они играли в шайбу, а надо было играть в игрока. И вот только с третьего раза. За пять минут тридцать девять секунд до окончания второго периода. Смотрите, Викулов, причем, казалось бы, хоккеист совсем не канадской манеры игры, здорово сыграл на пятачке универсальной мастер. Прекрасно. Прекрасный гол, мужественный, очень опасно стоять на пятачке. Не каждый хоккеист еще будет стоять, потому что знает, что это чревато травмой, потому что канадские, американские хоккеисты всегда очень грубо, еще раз повторяю, играют на пятачке с соперником. Вот Жлуктов уже снова начинает очередную атаку. Бросок из-под защитника очень здорово научились наши хоккеисты. Всегда умели пользоваться этим приемом. Еще один бросок. Уже Гусев атаковал, а сейчас выход один на один. Бросок. Мимо ворот. Рик Миддлтон атаковал ворота Владислава Третьяка, но мимо ворот прошла шайба. Викулов уже подхватывает. Пас центр на Жлуктова. Да, что и говорить, счет уже стал совсем обескураживающий. 5-1 для канадцев. Это большой счет для такой команды, как Нью-Йорк, и ТСК. В этом матче 5-1 это очень большой счет. Я думаю, что сейчас нью-йоркские команды, наверное, после перерыва, и тренер, наверное, будет очень недовольный игрой команды, наверное, какие-то будут изменения в составе, и, в общем-то, я думаю, они пересмотрят свое положение в этом матче. И, конечно, вот еще раз нам показывает этот матч, этот гол. Владимир Викулов, смотрите, прекрасно борется с тремя, с четырьмя, посмотрите, четыре игрока Нью-Йорка было на площадке, и Владимир Викулов обыграл их, и со второго, с третьего раза он забил эту прекрасную шайбу. Эспозита начинает атаку своего звена. Сейчас на площадке у канадцев на пара защитников Грешнер и Беверли. И звено, звено Эспозита, но вот шайбу перехватили. Наш хоккеистый Васильев начинает атаку. Пас на Петрова. Петров, Михайлов, Харламова сейчас шайбу наставляет у Владимира Петрова. Тот его Грешнер атакует, и Эспозита там вмешался в борьбу. Вновь Харламов в шайбу, пас назад на Гусева. Что не происходит, когда все-таки и у нас появляются на площадке такие мастера в расцвете, силы слоя, как Михайлов, Петров, Харламов, и игра преображает. Продолжается сразу и канадцы, даже если у них на льду Эспозита запирают в своей зоне. Вот сейчас опаснейший момент. И хорошо, что шайба не дошла до Джера, который уже дежурил на пятачке, 28-й номер нью-йоркцев. Мог он загнуть эту атаку. Опасный момент был для нас, и только мастерство нашего защиты, который положил клюшку на лед, перехватив пас. Смотрите, теперь у нас момент. Ну, Валерий Харламов, конечно, тоже был обязан забивать эту шайбу. Но при счете 5-1 можно позволить себе помудрить немножко, наверное. Да, просто пожалел вратаря. Может быть, знаете, в последний момент подумал, что шайба уже в воротах, и как-то... Ну, смотрите, еще одна атака. Михайлов-Харламов. Михайлов-гол. И гол. Да, Михайлов исправил ошибку Валерия Харламова и забил прекрасно, в прекрасном своем стиле. Гол. Посмотрите еще раз. Вот как раз пара защитников Грешнир-Берли опять действует. Та самая пара защитников, которая в конце первого периода осталась у Валерия Харламова. Пауза. Пас на пятачок. Ювелирный пас Валерия Харламова. И посмотрите, посмотрите, ювелирный пас. Точно в клюшку. И, конечно, исполнение Бориса Михайлова. Прекрасное. Прекрасный наш капитан сыграл. Еще стал 6-1. Вы смотрите, публика уже недовольная. Начинает свистеть своим любимцам. Я не завидую Нью-Йорку, который сейчас на площадке, потому что у себя дома проигрывать со счетом 6-1, это, считай, разгром. Это, конечно, первое матчо суперсерии. И, конечно, очень сложное положение попало команде Нью-Йорка. Я думаю, что канадцы, конечно же, не смирятся с таким счетом. Сейчас сделают все возможное для того, чтобы хоть как-то спасти свой престиж. Я думаю, что такой результат уже, что матч спасти вряд ли получится. А вот спасти свой престиж, необходимый прежде всего и команде, и тренером Нью-Йорка. Сейчас еще раз смотрите. Харламов. Пауза. Прокатывается защитник. Пас на Михайлова. Дэвидсон не дотягивается. Можно занести в азбуках хоккея этот гол тоже. Как Валерий Харламов обыграл защитника. Ювелирный пас. И, конечно, прекрасное исполнение Борис Михайлова, который завершил и забил 6-й гол в бороте Нью-Йорка. Да вообще, все те матчи, которые мы показываем в программе Суперхоккей, сколько там учебных материалов, которые можно и восторгаться одновременно, и учиться на них. Сейчас Попов рвался к воротам Дэвидсон, и вот его атаку прорывали. Около двух минут остается сыграть во втором периоде хоккеистам ЦСКА и Нью-Йорк Рейнджерс. Со счетом 6-1 выигрывают армейские хоккеисты. И сейчас начинают атаку своей команды в одной первой вземной площадке хоккеистов Нью-Йорка. И звено Попов, Мальцев и Солодухин у ЦСКА. А вы видели реакцию публика, когда шайба еле-еле брошена была в ворота Нью-Йорка, и когда вратарь остановил, и вся публика зааплодировала. Это уже, знаете, как публика издевается над своим вратарем, над своей командой. Я знаю, что это очень неприятно, особенно для вратаря. Кстати, я не хочу сказать, что Джон Дэвидсон уж плохой вратарь. Нет, ну просто он не мог ничего сделать после таких голов Харламова, Викулова. Посмотрите, команда Нью-Йорка очень плохо изучает своего вратаря, и вратарь бессилен. И уже шесть голов он пропустил. Конечно, если бы я был тренер Нью-Йорка, я бы, конечно, заменил вратаря. Не то, что он плохо играл, просто хотел бы пожалеть его на будущее и поставил бы второго вратаря. Потому что я думаю, что в этом матче уже у Нью-Йорка нет шансов выиграть и вырвать победу. Да, и поскольку счет уже 6-1 и истекает последние минуты второго периода, то есть в оставшиеся 20 минут, конечно, вряд ли что-то... Можно забить шайбу другую, третью. Бывали случаи разные в истории хоккея, когда команды сравнивали счет в немыслимых ситуациях. Кстати, помните, может быть, такой не очень приятный момент, когда выигрывал ЦСКА у Динамо 7-1 после двух периодов, и 8-8 закончилась игра. Все бывает. Хоккей такая игра, что непредсказуемая, и, конечно, в хоккее все будет. Давайте вспомним матч национальных... Суперсерии 72, когда 4-1 мы проигрывали всем звездам... Тут не все звезды играют, всем звездам Канады, и выиграли со счетом 5-4 первый матч в Москве. Я считаю, что это просто подвиг, хоккейный подвиг, который совершала сборная Советского Союза. Но я не думаю, что американская команда способна на сегодня, потому что в ее составе есть Эспозита, есть Ижельберг, но не более, не более. Сегодня команда не очень заряжена на наши ворота, хотя, конечно, она имеет много шансов забить, но не вся команда играет, не играет, как бы хотела публика, и проигрывает 6-1. Я думаю, что сейчас все, наверное, хоккейцы Нью-Йорка, думаю, скорее бы закончился этот матч. Да, тем более, что сейчас, о чем сигнализирует Джейстарн Биттера, вбрасывание в другой зоне, или, да, вбрасывание в среднюю зону перенесено. И вот, смотрите, Эспозита даже вбрасывание стал проигрывать, но это уже симптом, что говорить мягко говоря, тревожно. Александров, Жлуктов, мгновенная комбинация, одна другую сменяет у наших хоккеистов, ну, просто одно удовольствие смотреть. Все приятно, когда на чужбине где-то наша команда выигрывает, демонстрирует прекрасный хоккей, одна комбинация сменяет другую, голы на все вкусы. И, конечно же, что и говорить, гордостью наполняется сердце, и радость, и почаще бы такие моменты и впредь сопутствовали нашему спорту и нашему хоккею. Ну, а вот сейчас, за 49 секунд, до конца второго периода матча, Эдди Джонстон за неправильную атаку соперника удаляется на две минуты. Совсем немного осталось сыграть во второй-третьем матче, но вот, тем не менее, сейчас вместо того, чтобы попытаться перехватить инициативу, вновь в меньшинстве оказались рейнджерсы, и, естественно, мало приятного и для них, и для публики, которая, конечно же, пришла на хоккей, желая увидеть победу своих любимцев, пока ничего не получается у хоккеистов Нью-Йорк Харламов, даже как бы можно не комментировать, нужно просто смотреть за их игрой, смотреть и любоваться, получать удовольствие. Получать удовольствие, да. Кстати, видите, наша команда ЦСКА, здесь есть такие игроки и постарше, такие как Виктор Кузкин, и Гусев, и Михайлов, Петров. Есть ребята совсем молодые, Попов, Борис Александров, которые впервые играют на таком высоком уровне, и я хочу сказать, что ничем не уступая профессиональным хоккеистам. Безусловно. Ну так что же, последние секунды можно и доиграть, как говорится, покататься, поиграть друг на друга, шайбу подержать, и спокойно уйти в раздевалку для того, чтобы там передохнуть и достойно закончить эту встречу. Что за напитки вас ждали в раздевалке, кстати? Что говорите? Что за напитки вас в раздевалке ждали? Ну, напитки всегда традиционные. Это Кока-Кола, Севанап, то, что мы сейчас здесь пьем, и минеральная вода. Минеральная вода горная, без газов, которую очень любят хоккеистов. Кстати, о воде я... Очень интересный момент могу рассказать. Как правило, наши врачи считали, что воду нельзя пить, как можно меньше, потому что это еще дает нагрузку на сердце. То в Национальной хоккейной лиге, в профессиональном спорте, наоборот, когда большие нагрузки, дают больше воды пить, чтобы восстанавливать силы. Итак, завершился второй период матча, стартового матча суперсерии 76, и завершился он вновь удачно для нашей команды. Напомню, что после этого отрезка игры московские армейцы обыгрывают Нью-Йорк Рейнджерс, который возглавляет знаменитый филоспозита со счетом 6-1. Это разгром одного из ведущих клубов НХЛ, и, конечно, это очень приятно. И так поддерживала публика. Было очень много наших на игре присутствовали. Присутствовал казачий хор, выступал в Нью-Йорке, артисты балета, потом присутствовали моряки, которые оказались в Нью-Йорке. В общем, все, кто был в командировке или по своим делам приехал в Нью-Йорк, все пришли на этот матч. И очень здорово болели. Американцы болели за свои первые минуты, когда они вели со счетом 1-0. Но потом, когда наши стали забивать одну за одной, то, конечно, они уже закончили болеть. Мои дочери требуют... Ваша киска купила бы вискос. Итак, третий период матча стартовой серии Нью-Йорк Рейнджерс-ЦСК. На точке выбрасывания Уолт Качук и Владимир Петров. Возглядите, даже уже Фью Эспозита не появился на точке выбрасывания. Юрий Карандин сбрасывает шайбу в игру. И начался третий период. С счетом 6-1 после двух периодов матча впереди московские армейцы. Ну, что я говорить. Здорово наши в кисты играли. Если первый период так прошел, присматривались сопернику, то в втором периоде просто блестяще. И свои ворота отстояли. И забили три великолепных гола на все вкусы, что называется. И счет 6-1. Очень приятен сам по себе, разумеется. И отражает преимущество нашего клуба на этот день. Сейчас продолжают атаку московские армейцы. И вбрасывание в зону. Вбрасывание в зону. По-моему, удаление Валерия Васильева. Валерий Васильев отправляется на скамейку штрафников. Сейчас не так страшно, поэтому Карандин удаляет. Безусловно, тем более, что в большинстве начали игру хоккеиста ЦСКА. И сейчас как бы шансы уравнялись, что называется. И по четыре полевых игрока на площадке. Спустя 38 секунд с начала третьего периода матча. Ну а я напомню любителям статистики, что во втором периоде успеха у нашей команды последовательно добивались сначала. Это был Владимир Петров с подачей Валерия Харламова и Бориса Михайлова. Затем Владимир Викулов с подачей Жлуктова и Александрова. И Борис Михайлов с подачей Валерия Харламова и Александра Гусева. Три безответные шайбы во втором периоде матча. Ну а сейчас Жильбер рвется вперед, но наша защита сегодня играет достаточно надежно. Вы видите скамеечку запасных хоккеистов Нью-Йорка. У меня, честно говоря, даже такое ощущение, что и они во многом уже смирились с этим поражением. И, конечно же, есть огромное желание спасти своего престиж, провести хотя бы еще несколько шайб. Но вот уже о том, что реально можно сравнять счет, выиграть встречу, вряд ли всерьез думают хоккеисты Нью-Йорка. Вадне с шайбой. Пас на Жильбера, но Петров шайбу перехватил. И пас сразу на Бориса Михайлова. Он в центре делает передачу на своих партнеров, чтобы уже раскатиться и своей зоной начать атаку. Ну что же, уже совсем хорошее настроение было в раздевалке во время перерыва, наверняка. Конечно. Тренеры говорили о том, что надо обязательно не бросать хорошую игру, обязательно атаковать команду. Надо быть поаккуратнее, дисциплинированным, не удаляться. И, конечно, сохранить счет. И поаккуратнее играть все на пятачке, потому что, конечно, канадцы захотят изменить исход матча. Вот, смотрите, даже Фил Эспозита не выдержал и ударил руками Бориса Михайлова. Конечно, никто не хочет проиграть, особенно такие мастера, как Фил Эспозита, которые знают себе цену, знают, что такое хоккей. И, видите, он недоволен этим матчем. И, наверное, его сейчас удали 1-2 минуты. В общем, здесь задирался, посмотрите, клюшкой так задевал, конечно же, Борис Михайлов Эспозита. Но он-то действовал достаточно, ну, не то, что без обид, но, конечно, это не понравилось. Да, Фил Эспозита не понравилось то, что Карандин не заметил этого удаления и не наказал Бориса Михайлова. Так что Эспозита выполнил роль судьи. Но это нельзя в хоккее делать, поэтому он и Фил Эспозита справедливо удалил на 2 минуты. Безусловно. Итак, минуту и 41 секунду сыграли команды в третьем периоде матча. Вновь численное большинство у хоккеистов Нью-Йорка. По-прежнему счет 6-1 впереди команда ЦСКА. И сейчас Цыганков, начиная такую команду, Викулов подхватывает шайбу, оставляет ее Жлуктову. Вот Жильбер шайбу перехватил. И в свою очередь уже ведет своих партнеров за собой вперед на ворота Владислава Третьяка. Но шайба у Викулова. И еще один момент. И еще. Но игра уже носит такой, честно говоря, сумбурный. И характер какой-то, где спортивный, пожалуй, результат этого периода отводится уже не на первый план. Мне так кажется. Хотя все еще может произойти, ибо хоккей непредсказуем. Но вот пока столь надежно и уверенно играют наши хоккеисты. Вот Алексей Волченков появился на льду. Вот пас его перехватили. Сильнейший бросок Ларри Захарука. Угроза миновала у наших ворот. И вновь, вновь Цыганков начинает атаку хоккеистов ЦСКА. Жмут ту шайбу. Спокойно держим шайбу. Спокойно убиваем время. Спокойно идем к финалу этого очень удачно сложившегося для нас матча. Даже Михайлов вот тоже демонстрирует хорошее качество своего дрибинга. Пас на Петрова. Петров ищет партнеров теперь уже. Но можно еще назад отыграть. Нет. Федоровные передачи на Валерия Харламова. Того блокируют в одне. И вот уже еще один защитник подключается. Что же очень непросто. А вот смотрите. Какой мощный бросок. Валерий Харламов отвлек на себя двух игроков. И смотрите какой мощный. Давайте посмотрим еще раз. Ну это Владимир Петров что называется в своем репертуаре. Мощнейший бросок всегда был у этого форварда. И особенно он справа любил атаковать ворота соперника. Посмотрите. Без подготовки. Без подготовки. Братарь не готов был к приему шайбы. Смотрите. Михайлов прекрасно ему пас отдал. Посмотрите. Какой бросок сильнейший. Это Энхайловский бросок в стиле канадского хоккея. Счет стал 7-1. Да, что-то совсем не весело наверное и на трибунах Мэддисон Сквер Гардена, и на душе у хоккеистов, и руководителей Нью-Йорк Рейнджер. Кстати, сейчас уже можно раскрыть маленький секрет. После этой игры руководство команды, директорат принял решение освободить, что называется от своих постов, и Рона Стюарта, главного тренера команды, и генерального менеджера Эмиля Фрэнсеса. А на место Рона Стюарта пришел ваш Владислав, старый знакомый Фергюсон, кстати. И с тех пор он стал руководить командой Нью-Йорк Рейнджерс. Да, я знаю этого хорошо. Он был тренером команды в 72-м году. Ну вот видите, наверное, тренер команды Нью-Йорка запомнил этот матч на всю жизнь, потому что его судьба круто изменилась. Таков спорт, таков профессиональный спорт. Никто не застрахован, что тебя или не продадут в другой клуб, или с тобой что-то не случится. Как недавно, вы знаете, Тверидовский играл за Анахайма, и пришли вечером и сказали, что ты играешь уже в другом клубе. Были и другие случаи, когда приезжали команду, допустим, Фин Киканин приехал играть с командой Нью-Йорк за команду Эдмонтон, а ему сказали, что твое место в другой разливалке. И он перешел из одной разливалки в другую, одел в другую форму. Буквально все это свершилось перед игрой. Таков хоккей, профессиональный хоккей, такое профессиональное отношение также. И, конечно, и тренеров тоже эта участь, видите, постигла после этого матча. Сбрасывание сейчас в средней зоне будет, последовался висток арбитра. Ну, уже успокоились, страстью, что называется. А вот характерная деталь для, пожалуй, всех матчей. Всех матчей, которые проводят хоккеисты советские и представители национальной хоккейной лиги. Ведь по броскам преимущество у канадцев. Представьте себе, дорогие друзья, 24 броска после двух периодов сделали хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс. И только 21 хоккеисты ЦСКА. А счет 7-1 в нашу пользу. Ну, что же, вот действительно здесь, что называется, как бы пятилетки качества рабочую гарантию. Я не знаю. Но КПД наших бросков гораздо выше, нежели чем бросков хоккеистов Нью-Йорка. Вот на ваших экранах филоспозита. Что и говорить, в общем, не самые приятные минуты переживает сейчас этот феврор. Да, вы знаете, недоволен он своей игрой, недоволен игрой команды. Но я думаю, что сейчас Нью-Йорк все-таки это профессиональные хоккеисты. И они постараются забросать наши ворота бросками. И я думаю, все-таки они должны что-то сделать, что-то... Но вот пока они начинают грубить и силовой прибавляют сильного в недоборство. Может, они прибавят в игре? Давайте посмотрим. Вот хороший проход по бортику. Ну, что сделает Владимир Лученько. Останавливает? Нет, не останавливает игрока. Игрок продолжает движение. Смотрите, хороший отдает пас. Бросок у воротов и шайба покидает площадку, улетая за стеклянное заграждение на трибуну. Хороший сувенир для болельщиков. Безусловно, безусловно. Кстати, опять хочется напомнить, что на трибуну очень много и болельщиков армейской команды. Ведь здесь и цирк гастролирует советский в этот момент в Нью-Йорке. Конечно же, все в полном составе пришли на игру. И работники посольства, и представительства в Организации Объединенных Наций Советского. Все там, в Мэдисон-сквер-гардене. И их шайбу-шайбу и молодцы. Очень помогает, я уверен, сейчас нашим ребятам. Кажется, Жнуков не очень удачно сделал передачу. Да и мастер-эспозитор разгадал эту комбинацию, перехватил шайбу. А вот сейчас Цыганков еще один такой кинжальный пас хотел сделать, но чуть сильно послал шайбу. И она не дошла до адресата. Викулов на пятачке. Вновь, смотрите, Викулов на пятачке. Честно говоря, в непривычном для себя, по-моему, несколько амплуа сейчас играет Владимир. Но, а вот Цыганков уже атаковал эспозитор не совсем по правилам. И, возможно, последует удаление. Нет, Карандин с виска не дает. И снова досадует, я уверен, Фил эспозитор на решение главного арбитра этой встречи. Но, все-таки, даже как бы предвзято не судил Юрий Карандин, хотя мы-то видим сейчас, что все очень объективно. Не может из-за одного судейства счет быть 7-1 в пользу одной команды. Да, действительно. Хотя, конечно, я знаю, когда наши судьи судят, то канадцы, как правило, недовольны. Надо же искать причину в своей слабой игре. Они обязательно находят крайнего. Или это вратарь другой команды хорошо сыграл против них. Или это судья. Как правило, вот эти вот, знаете, они никогда не признают в своей слабой игре. Но я не хочу сказать, что Нью-Йорк – это слабая команда. Сильная просто, действительно, команда ЦСКА сегодня показывает прекрасный хоккей, прекрасный хоккей советской хоккейной школы. И, действительно, те голы, которые были в этой встрече, ну, это легкий был такой, легкая шайба была у меня. Легкая шайба? Потому что я ее видел, да. И когда вратарь видит шайбу, он обязан останавливать шайбу. Он как из пушки, что называется, выстрел, по-моему, Станковский. Очень трудно для вратаря шайбы, когда шайбу не видит. Даже пускай она будет не сильно посланным в створ ворот. Но если вратарь закрыт двумя нападающими, или своим, или чужим, и тогда это очень опасно. Вот как сейчас было для вратаря Нью-Йорка. Почему? Потому что два или три игрока находились перед ним, и он не видел полет. Шайба, любая бы шайба, могла залететь в ворота. Я знаю, что для вас было придумано даже такое классическое упражнение. Вы стояли лицом к стене, сзади стоял с теннисной ракеткой. Тренер пускал сильно теннисный мяч, и вы должны были его парировать. Это упражнение придумали вы, или для вас старался? Совместно, наверное, вместе с ним. Потому что мы многое думали, как нам сделать сложнее. Вы знаете, он всегда говорил, что будет трудно в тренировке, легче будет в игре. Это такой был девиз Анатолия Тарасова. И поэтому тренировки у нас были очень сложные и тяжелые. Но зато в игре, честно говоря, я могу признаться, что вы потрясли буквально меня сейчас, когда сказали, что вот шайба, которая была пущена с такой жуткой силой, и которую вы парировали, как мне кажется, показав изумительную реакцию, была для вас не тяжелой. Не укладывается, честно говоря. В какой момент? А сейчас... Неплохо, кстати. Словой прием в рамках правил абсолютно. Да, 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 да. И я хочу сказать, что игрек Нью-Йорк Ренжеса продемонстрировал хорошую ювелирную технику. И, посмотрите, обыграл нашего защитника. Но в конце шайба у него ушла, и он не мог совершить бросок по нашим воротам. Интересный очень момент. В развивалку в перерывах не заходили, как было иногда принято тогда, какие-то официальные лица, чтобы поздравить, поддержать, подбодрить? После матча только. После матча, конечно, пришли из посольства, советского посольства Соединенных Штатов Америки, и благодарили за прекрасную игру, и сказали, что этот матч очень намного повлияет в отношении между Соединенных Штатов Америки и Советским Союзом. Да, 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 хоккей влияет. Многие политики говорят в Канаде, что мы сначала поговорим о Канаде, о канадском хоккее между нами, а потом уже и пойдет политика. Безусловно, сейчас Кузькин очень хорошо распоряжается с шайбой, там за воротами нашими. Но вот пас на Сладухину был не совсем удачен, шайбу перехватили. И сейчас уже... Нет, все обошлось благополучно. Вот Ченков перехватил шайбу эту. А вот сейчас она уже так перекурсировалась с Тенковски, кипу Стенковски. И сейчас удаление. Это Ферберн, номер 10, Билл Ферберн, отправляется отдыхать на скамеечку Штатовников на 2 минуты. На ваших экранах сейчас этот игровой пузырь. Да, удар по рукам. Удар по рукам. Удар по рукам. Ну, в общем, если переводить эту фамилию как бы на русский язык, то получается такой честный... Честный... Чуть ли не честный медведь, пожалуй, если так вот играть. Не на транскрипции, а не на написании слова. Но пока, в общем, вот это... То, что он медведь, это точно. Так идет по рукам, что руки отваливаются у хоккеистов. Вообще ведь опять, смотрите, вот физические кондиции у хоккеистов Нью-Йорка гораздо выше, чем у наших. Каждый рослый, широкоплечий парень, детина могучая такая, здоровая. И вроде в хоккее, так как однажды сказал наш известный тренер Николай Эпштейн, и дураков-то нет у канадцев, что называется. Каждый знает, что делать с шайбой, каждый знает, как с ней обращаться к хоккеисту силовую борьбу. Тактически очень грамотно все хоккеисты. Здорово бросают, здорово комбинируют так же, а наши побеждают. Это значит, что наш хоккей выше класса. И посмотрите, насколько вдвойне сложнее побеждать на выезде. И хоккеисты ЦСКА делают это, продолжая славные традиции нашей сборной. Мы, честно говоря, такое впечатление, что уже смирились, в общем, с результатом у канадца. Да и нас этот счет, наверное, вполне устраивает. И такого энтузиазма снова идти вперед. Там на зуботычину на эти, наверное, уже как бы немножко нет. И просто игра идет в хороший, добротный, качественный хоккей, где главное, скорее, не пропустить, нежели чем забить еще одну шайбу. Ну, я думаю, что американский командный Нью-Йорк Лендерс недоволен своей игрой. Я думаю, что все-таки они будут биться до конца. Потому что канадцы, американцы, они так воспитаны, что что бы ни случилось, но они обязаны биться до конца. Я думаю, они еще продемонстрируют хорошую игру в конце матча. Не видел я канадцев или американцев, которые бы смирились бы в этой игре, как в хоккей, в их любимой игре. Поэтому я думаю, они еще... Еще будут хорошие моменты у них для взятия ворот. Так же, как и у нашей команды. С тем временем скоро уже подойдет к концу первый отрезок третьего периода. Сильнейший бросок практически с той же точки Владимира Петрова, но сейчас Дэвидсон уже был к нему готов и парировал шайбу. На точке вбрасывания вновь Петров и Эспозита. Эспозит на этот раз вбрасывание выиграл. Шайба попала к Беднарске. Он перерисовал ее тут же мгновенно в Викерсу. Ну, а тут уже шайбу потерял. А на площадке уже появился Ферберн. Десять минут и четыре секунды сыграли команды в заключительном отрезке этой встречи. А здесь в третьем периоде ведь после десяти минут уже воротами не менялись. Я не помню. По-моему, нет. По-моему, нет уже. Это правило только осталось в Европе. А здесь были такие как бы немножко смешанные правила, насколько я понимаю. То есть часть была взята все-таки от правил Эйл. Да, часть от нас. Ой, какой. Ну, трое. Такой пас не прошел. Очень жалко. Практически можно было увеличить счет, потому что три наших нападающих выходил против одного игрока, защитника Нью-Йорка Рензо. Сейчас у Нью-Йорка Рензо был хороший момент. И они тоже не использовали опасный момент. Ну, посмотрим, что сделает Борис Михайлов. Прокатывает за ворота, прокатывает дальше. Ну, пас. Хороший пас у Валерия Васильева. Бросок, штанга. Посмотрите, какая ювелирная техника. Но шайба не дошла до Валерия Васильева. И атака Нью-Йорка Рензо на нашего ворота. Борис Михайлов и Викер сейчас взаимодействуют между собой. И, в общем-то, вот чувствуется, что когда звено это на льду у хоккеистов Нью-Йорка, то тогда борьба идет на равных. Когда же другие звенья, тем более против нашего первого, то здесь уже, что называется, не хватает. Не хватает мастерства у хоккеистов Нью-Йорка Рензо. В средней зоне шайбы, как вы видите, вот вновь она у Эспозита. Эспозита смещается вправо, пытается просто навязать силовую борьбу Валерию Васильеву. Но тот тоже, что называется, шит не луком и принимает эту манеру игры. И там уже все чаще и чаще у бортов вспыхивают жаркие схватки между нашими хоккеистами и хоккеистами Нью-Йорка. А вот сейчас смотрите, как переправлял шайбу в ворота Вячеслав Солодухин, но на чеху был Джон Дэвидсон. И восьмая шайба, увы, в ворота Нью-Йорка не залетела. А сейчас атаку нашей команды начинает Валерий Васильев. Васильев Ченков рядом прокатывается, Солодухин шайбой обладевает. Попов, Солодухин и вот Мальцев почему-то не очень большие отрезки проводят в нашей команде в этой встрече. Но вот это звено сейчас на льду и сейчас оно будет стараться атаковать. О, да, вы видите, я же сказал, что профессиональные хоккеисты Нью-Йорка, вы видите, вот, посмотрите, уже после того, как уже остановлена была шайба, видите, Нью-Йорк не хочет мирить своим поражением и хоть как-то порадовать своих болельщиков своей силовой игрой. Грязной можно просто ставить игрой. Уже после свиска судьи игрок Нью-Йорка подбежал и ударил Виктора Кустина в спину. Ну, можно понять, где-то хоккеист, с одной стороны, что, видите, играя у себя дома, проигрывает 7-1. Все равно же у нас старый знакомый Фейерборн, кстати. Да, хоть чем-то повеселить свою публику, ну, видите, вот, грубой игрой. Я думаю, конечно, это недостоинно для хоккеистов, но, видите, так происходит. Да, очевидное нарушение. Это против Бориса Михайлова, так здорово сыграли. Здорово, в смысле, здорово жестко. Ну, вот сейчас, видите, Виктор Кузькин на ваших экранах. Спокойно наши хоккеисты понимают, что игра, в общем, сделана. 7 минут и 18 секунд остается до финального свистка. И за это время уже никто даже, не знаю, пусть в хоккейной доспехе облочился бы хоть сам Господь Бог. Я думаю, что и он бы сейчас ничего не смог сделать с хоккеистами ЦСКА. Волченков с шайбой, Кузькин, Мальцев вот сейчас с шайбой. Вновь Солодухин. И вот как раз наши хоккеисты начинают атаку. Ну что же, можно попытаться забить и восьмую. Вполне по силам, я думаю, это было бы нашей команде. А вот сейчас Дэвидсон принимает силовой прием против Александра Мальцева. Ну, что раздосадованы хоккеисты у Нью-Йорка, это вполне понятно. Да, вообще, вратарь редко такое делал. Там, видите, вратарь Дэвидсон принял такой оригинальный прием против нашего нападающего. Ну, против вас-то наверняка канадцы всегда вели так же, пытались вести силовую борьбу, да? Нет, вы знаете, как правило, меня канадцы все-таки после 72-го года суперсерии уважали, не трогали меня. А вот Владимиру Мышкину доставалось после меня. И действительно были прям прямые удары на нашего вратаря, чтобы вывести его из строя. Как правило, канадцы уважали меня и не трогали. Вообще, в Национальной хоккейной лиге не принято трогать вратарей. Не принято. Потому что, если ты начинаешь трогать вратаря, то защитники обязательно, или полицейские, которые следят за этим, обязательно устраивают драку и, конечно, хотят наказать обидчика, который это трогает. Потому что вратарь священный все-таки человек в команде. Вот сейчас вновь в атаке хоккеиста Нью-Йорка дальний бросок. Здесь уже я, наверное, могу сказать, что, наверное, он был не очень опасный. Еще один бросок издали, это уже в Одне наносил бросок. Из любого положения уже бросают чуть ли не в сторону ворот хоккеиста Нью-Йорка. Но пока, естественно, безрезультатно. А вот смотрите, рвется к воротам, как здорово сейчас действовал. Мальцев. Да. Тоже великолепный дриблинг, тоже великолепная обводка и бросок. Тоже блестящий мастер. В полном составе уже играет хоккеиста Нью-Йорка. Появился на площадке Билл Ферберн. Сейчас из позито что-то выговаривает все-таки Юрию Карандину. Ну, естественно, естественно, недоволен Фил тем, как развиваются события. Но что поделаешь, хоккей – это хоккей. Нет, простите, это был совсем, это был вовсе не Карандин, это был Мат Павелич. Ну, с ним уже можно поговорить и на родном американском языке. Естественно, я укрепил на английском. И высказать ему все, что думаешь о том, что происходит на льду. Много молодых ребят я вижу в составе Нью-Йорка. Вот Грешнер, например, на ваших экранах. Защитник, ни раз, ни два уже удалявшийся в этом матче. Очень азартно действующий. Тоже, ребята, на вид, во всяком случае, где-то 20, ну, чуть-чуть за 20 может быть. Да, молодой защитник. Он очень агрессивный, видно, скорость у него старта у него очень сильная, поэтому не может остановить наших хоккейцев. И приходится ему недозволенными приемами останавливать наших хоккейцев, поэтому он три раза сидел на скамейке. Ну что же, проброс и вновь вбрасывание у ворот Джона Дэвидсона. Да, есть о чем призадуматься Рону Стюарту, главному тренеру команды Нью-Йорк Рейнджерс, который, конечно, не может быть не удручен происходящим. Жлуптов проиграл вбрасывание сейчас Эспозита. Но шайба, тем не менее, у хоккеистов ЦСКА, они продолжают атаки. И что может быть более унизительное для любого уважающего себя клуба НХЛ, чем вот так проигрывать один сейв, да еще все время держать, что называется, круговую оборону. А вот сейчас уже я обратил внимание, что уже который раз шайба, она летела как бы вверх, не летела в сторону ворот. Есть написанное право такие шайбы не трогать, а вы все равно ее ловушкой ловите. Нет, эта шайба летела в сторону ворот. Как правило, если шайба летет выше ворота, я ее не останавливаю. Не останавливаю. Если только я знаю, что была мощная атака на наши ворота, и какие составили, тогда я ее останавливаю. Сейчас нет. Это так показалось. Почему? Потому что, вот видите, как раз прекрасный пас и сходу. Давайте посмотрим, кто же гол забил. Жильбер. Все тот же Жильбер из подачи все того же Фила Эспозито. Ну вот эти два хоккеиста, посмотрите, давайте проиграем, как правило, вбрасывание. И сходу мощный бросок, да. Конечно, бросок был силен, и я ничего не мог сделать. Видите, сбрасывание, прекрасный пас. И, как говорят, в одно касание был прекрасно исполнен бросок. И вот мастерский гол. Со счетом, уже счет становится 7-2. Остается сколько надо минут? Да, у нас остается совсем немножечко уже. У нас остается 4,5 минуты. 7-2. Игра, конечно же, сделана. Вот еще раз нам показывали этот момент. Низкая стойка у вас. Нет, не дотягиваюсь. Не хватает кожи, как говорят. Ну, штангу и гол, конечно, такие. Все шайбы берутся, но это хороший был гол. Я думаю, что это не моя особая вина. Хотя, конечно, вратарь может любую шайбу остановить еще раз. Да. Что ж, мы вбрасывание у наших ворот. И вновь звено Испозита на льду. И сейчас, смотрите, в последний момент подняли клюшку у него на пятачке. А ведь мог, мог замкнуть комбинацию эту. Сейчас уже Попов идет вперед. Бросок из-под защитника рядом со штангой. Шайба пролетела. Жильбер ее подхватывает. Ищет глазами, я вижу, Испозита. Уже эти хоккеисты, что называется, буквально откровенно играют друг на друга. И сейчас опять уже Волчков. Я вижу, вот Александр из Павсдорил с канадскими хоккеистами. Я имею в виду уже теперь канадскими, потому что эти хоккеисты точно из Канады. И Жильбера, и Испозита. Да и все это звено и Виккерс. Ну что, на этот раз, я думаю, удаление не последует. Или что? Или все-таки Волчков будет сейчас наказан? Посмотрим. Волчков. Кстати, я тоже не очень любил, когда счет 7-1. Вы знаете, все-таки, ну нашим хоккеистам свойственно расслабляться. Вот, я не знаю, как будет в этом матче, но, как правило, хоккеисты иногда 7-1, 8-1 начинают расслабляться. И больше, больше бросают по моим воротам. И защитники не так хорошо бы защищают меня в последние минуты. И всегда я не любил большие счеты. А когда 3-2-4-1, каждый хоккеист знает, что от каждого гола зависит судьба матча. И они играют предельно-предельно собрано. Ну, посмотрим, что будет в этом моменте. То есть даже вот то чувство, что победа уже в кармане, вот все равно какой-то озноб такой остается. От ощущения того, что Испозита с шайбой, пас на Жильбера. Смотрите, что два хоккеиста играют сейчас фактически у команды Нью-Йорк. Два хоккеиста, но играют здорово. Здорово. Связка такая у них прекрасная есть. И, конечно, они чувствуют друг друга. Мастера чувствуют, где стоять, где когда отдать пас. Пас отдать. И чувствуется, что великие мастера. А я напоминаю, что хоккеисты ЦСКА сейчас в меньшинстве играют. Потому что Волчков таки был удален. 3 минуты и 39 секунд сейчас осталось до финального свистка. И численные преимущества имеют хоккеисты Нью-Йорка. Первое звено у них не покидает. Льда уже очень и очень долго. Вот я вижу здесь и Вадне, и Эспозита, и Жильбер, и Викерс. Все они на льду. И все они жаждут... Вот Захарук только к ним присоединился. Все они жаждут забить еще хотя бы один гол. Ну что же, нужно сейчас держать оборону. А что коккеистам неудачно. Вадне атакует. Опасный бросок. Видите, защитник у нас ошибся, конечно. Непростительная ошибка. И практически сильнейший, мощный бросок по нашим воротам. Он, в принципе, мог бы и быть завершен. Почему? Потому что атака была очень и очень сильная. Вот видите, какие бывают моменты. Хоккеист на ровном месте упал. И еще, смотрите, вот как, находясь в борьбе, все-таки вадне защитнику удалось произвести бросок. Но не сильный по вашим воротам. И угроза миновала сейчас. Сейчас вновь Захарук, который так нелепо грохнулся на лед совсем недавно, рвется к вашим воротам. И... Фил Эспозита. Фил Эспозита. Опять Фил Эспозита и Жильберг. Только эти два хоккеиста, которые, смотрите, все время угрожали. И вот все-таки Фил Эспозита добился своего. Он забил гол. Гол престижа на последних минутах. В своем коронном манере. Сейчас еще раз посмотрите. Посмотрите, опять без остановки. Без остановки. Давайте. Прекрасный обык. Это, значит, первое отражаю шайбы в вратарь. Дальше, смотрите, прекрасный пас. И без подготовки. Без подготовки в ближний угол. Я думаю, что можно было эту шайбу и взять. Ну, я думаю, одна ошибка в таком матче. Ничего страшного. Хотя, конечно, Эспозита продемонстрировал еще раз мастерство, которое он не раз демонстрировал в 72-м году. Без остановки бросил поворотом. Но счет стал 7-3. И вот видите, как раз о чем я говорил, что наши хоккеисты иногда расслабляются в последний момент. Хотя было преимущество. У нас хоккеист был удален. И они, Нью-Йорк, Рейн, извините, добился все-таки своего. Они использовали счетственное преимущество. И сократили счет до 7-3 в пользу команды ЦСКА. Минута и 53 секунды еще играть. Столько времени осталось еще играть хоккеистам в этом матче. И смотрите, вновь Нью-Йорк идет вперед. Вот каковы канадцы все-таки. Вот казалось бы, одну шайбу забили, вторую безнадега полная. Но все равно идут вперед и хотят забить еще и еще. О, посмотрите, вот это канадцы. Вот они, видите, счет 7-3. Они хотят 7-4 обязательно сделать, 7-5. Они снимут вратаря, если было бы немножко счет где-то поближе. Вот они любят интригу, любят азарт. И видите, кажется, команда как бы умирала где-то в начале третьего периода. И, посмотрите, преобразились. Смотрите, атака за атакой, атака за атакой. И, наверное, посмотрите, опять момент, который мог бы завершиться. Даже защитник номер четвертый уже пришел в атаку, бросил свою оборону и пришел сюда. Посмотрите, все, он опять сходу. И это только чудом, она у меня где-то между ног застряла. Посмотрите, какой момент. Это уже, считай, 7-4 мог быть. Поэтому, вот видите, это и канадцы. Это канадцы, они играют до конца. Это отдать нам должное. У них этому хорошо и учиться. Безусловно. Вот смотрите, опаснейший бросок сходу. Ну, кажется, все, 7-1. Ну, что играть? Правильно? Ну, 7-2-7. Нет, хоккеистов играют до последнего. Это здорово. Это здорово и здорово. И отрадно то, что, очевидно, у каждого из этих хоккеистов, это, что называется, в крови. Смотрите, опять момент и на добивание. Видите, как идет? Значит, два хоккеиста, и Кузькин, и Волченков борются с игроком. Я думаю, что мы, наверное, в третьем периоде проиграли. Вот я смотрю, где-то уже 16 бросков мы сделали, а Нью-Йорк Рейнер сделал где-то 17 бросков в последнем периоде, а мы сделали только 8. Практически в два раза больше Нью-Йорк перебросал нашу команду. Ну, это вообще характерно для канадцев, как можно бросать, как можно чаще. И, в общем-то, эта тактика, надо сказать, приносит свои плоды очень часто. Посмотрите, сколько бросков. Видно, мы умеем расслабляться в последний момент. Ну, каждый думает, ну, ничего, 7-3-7-4. А вратарь так не думает. Вратарь, каждый считает каждую шайбу, и он хочет сыграть на ноль, понимаете? Ну, естественно. Естественно, и снова, смотрите, снова брасывание проиграли, и снова Джонстон подправляет шайбу сейчас, и его партнер, и один опасный момент у наших ворот сменяют другой. А вот если сейчас забьют еще одну шайбу, то может уже что-то интересное начаться, честно говоря. Ну, посмотрите, опять давайте. Не разобрался, потерял он шайбу из вида, не смотрел. Усть, ну, сейчас хорошо вышли из зоны, кто-то из наших даже шлем потерял, я вижу, Волчков, да. Но борется, тем не менее, и мы все прекрасно понимаем, что, да, удаление. Ну, вот публика недовольна, недовольна нашим арбитром, что наши, видите, даже идут на судью нашего, выразить свое недовольство, что якобы неправильно было удалено Хуки. Нет. Да, таким образом, главный арбитр матча Юрий Карандзин объявил о том, что на две минуты удален Вадне. Да, ну и вот сейчас мы можем видеть о том, что двойное удаление на самом деле, не только Вадне, но еще и Полис за 22 секунды до финальной сирены удалены у команды Нью-Йорк Рейнджерс. Естественно, раздостановлены таким поворотом дел и спозиты, и все хоккеисты, потому что они, что называется, почувствовали вкус жаркого. Хотя бы еще шайбочку-то очень хотелось забить канадцам, и тут такое недоразумение. А на пять минут удален Вадне, если я не ошибаюсь, за откровенную грубость или я не знаю за что. Да, за грубость, потому что он хотел что-то приятное сказать Коранину. Долгие-долгие переговоры здесь, долгие решения, но слово здесь, конечно, слово главного арбитра закон, и как бы не было неприятно, я думаю, многим из тех, кто не только сейчас на льду, но и там, в координационном судейском центре, но тем не менее, втроем, вы видите, остались хоккеисты Канады. И тем не менее, шайба у Фила и спозита. Он хочет идти вперед, так и убивает время одновременно. Ну что, последние секунды игры. Все, ЦСКА победил. ЦСКА победил со счетом 7-3. Ну что, кто-то кидается, наверное. Да, там как раз кто-то кинулся у меня, попал в спину. Ну, конечно, и команды, и болельщики недовольны таким результатом. Можно сказать, разгром команды произошел со счетом 7-3, да, видите, свистят. Хотя, видите, хоккеисты жмут руки друг к другу, и хоккей есть хоккей, это товарищеская игра. Видите, Фила и спозита даже, видите, нормально, видите, нормально разговаривает с нами. Вот с Валерием Харламом, видите, его жмет руку так побольше. И уважение. Вот со мной тоже, говорит, хорошо играл, все, спасил. Видите, мы друг друга обменялись. Ну, почему нет? Игры 72-го года сыграли большую роль в жизни хоккеистов тоже. И вот, видите, отношения даже, хотя, конечно, испадет, наверное, неприятно было проигрывать, но он подошел и поблагодарил с хорошей игрой. Ну, а мы заканчиваем наш рассказ об этой игре, о стартовой игре Суперсерии 76, где хоккеисты ЦСКА одержали победу над Нью-Йорк Рейншерс 7-3. Спасибо вам и до новых встреч. До свидания. До свидания. Вы хотите сделать подарок, а вы можете доверять.